В общем, если никому не интересно, можно подсоединяться, послушать. А вот, программисты. Значит, я хочу представить человека, который уже большая часть народа уши прожужжал, это Максим. Ну и представлю там часть коллективов, которые здесь. Значит, здесь в основном находятся у нас те люди, которые занимаются разработкой, так или иначе связаны с программистов, лингвистов, архитекторов, ну и те люди, которые также участвуют в разработке и обработке данных. Значит, тема сегодняшнего выступления, Максима, она будет посвящена антологии. Значит, у нас был доклад, который нам подготавливали люди из интернатуры. У нас был доклад, который был посвящен антологии, и в том числе продуктам, которые на сегодняшний день отступили. У нас есть на рынке. Значит, исходя из второй версии Силдана, которую мы сейчас начинаем строить, то она предполагается даже созданием движка, и на следующий момент движок предполагается именно в, если там, биологические, именно объекты, свойства объектов и так далее. Но мы рассматривали этот продукт с точки зрения лингвистики, математики, ну и так далее. Есть еще другая версия, версия, как я ее называю, философская, методологическая. Вот это довольно такая интересная вещь. Я бы хотел послушать то, что вот рассказывает Максим, что вы все послушны. Возможно, мы сможем, потому что Максим говорит, попробовать как-то это оцифровать. Если мы сможем оцифровать и использовать, о чем говорит Максим, и как-то вложить это в ядро, то это будет, я считаю, что есть шанс сделать переворот в сфере информации. Если это не получится, у нас всегда есть обратный вариант, как мы уже заложили, объекты, свойства и так далее. Ну, на суд, дальше я передаю слово Максиму, и просьба Максима сначала рассказать, наверное, некую предысторию, связанную с методологией, как это развивалось, откуда появилось, потому что большинство людей в этом зале, в отличие от меня с тобой, вообще не в пользу. Спасибо. Ну, начну с того, что меня зовут Максим, фамилия Асовский. Ну, я там занимаюсь бизнесом, юриспруденцией, философия меня не интересует постольку-поскольку, и никогда, в общем-то, я не думал, что где-то я буду рассказывать про онтологию, но специфика, как бы, моей жизни, как она складывалась, она привела меня к тому, что я старался общаться с самыми интересными людьми, которых видел, которые мне казались очень умными. В моей личной истории, как бы, так получилось, что у меня отец профессор, доктор педагогических наук, член Российской Академии Образования, это вложило на меня отпечаток, что, как бы, в доме всегда были люди, которые были связаны с наукой. И однажды, вот в 99-м году, я познакомился с людьми, которые тогда занимались компанией политической партии «Союз правых сил», позиционировали себя как политтехнологи, но я увидел внезапно людей, которые делали очень простую вещь. Прежде чем что-то делать, они собирались и думали, как это лучше сделать. Вот та история жизни, которая у меня была, показывала, что люди обычно никогда не думают, прежде чем делают. То есть я увидел людей, для которых мышление и желание обдумать свой следующий шаг стояло на первом месте. И я открыл для себя уникальное сообщество людей, которые живут в России и работают для России. Лидером этого сообщества является Петр Георгиевич Дровицкий, сейчас он вице-президент «Росатома». Ну, вернее, с 1 апреля он ушел с этой должности, и сейчас, я так понимаю, у него есть некоторый период самоопределения. До того, как работал в Росатоме, он был советником у Кириенко, который жил в Нижнем и руководил Привозовским федеральным округом, был полномочным представителем президента. И огромное количество проектов, которые вы видите в России, создано как раз теми людьми, которые имеют отношение к сообществу методологически. Из последних проектов это, я не знаю, все огромные форумы, Красноярский экономический форум, Привозовский форум стратегии регионального развития, в экономике, в политике сейчас, наверное, нет, но понятно, что идея разделения на 7 федеральных округов, для того, чтобы повысить управляемость страны, как раз возникла в том сообществе. Мне очень нравятся все эти люди, я искренне уважаю и люблю их, Петр Георгиевич Дровицкий, Олег Борисович Алексеев. Вы если наберете в интернете Вячеслав Леонидович Глазычев, Денис Орецкий, вы если наберете в интернете фамилию, то увидите огромное количество материалов, увидите огромное количество проектов, которые каждый из них осуществляет. А началось все это достаточно давно, то есть это началось не вчера, началось это, можно наверное сказать, перед войной, в прошлом веке, когда, ну или там, уже после войны, наверное, да, лучше сказать, что сразу после войны в Московском государственном университете собралось некоторое количество студентов, ребят, которые, ну помимо того, что учились кто на историческом факультете, кто на математическом, кто на физическом, стали собираться вместе и обсуждать какие-то там свои проблемы. Одним из таких студентов был Георгий Петрович Дровицкий, отец Петра Георгиевича, который сначала пошел на физический факультет, а потом понял, что, в общем-то, хочет заниматься философией и пошел на философский факультет. И вот это вот видение жизни, которое он видел, с одной стороны, как физик, как математик, с другой стороны, вот понятие о жизни, которое он начал формулировать как философ, дало вот такой прорыв, по сути дела, в философии России в принципе, вообще. То есть, на самом деле, ну вот та школа, которую тогда вот создал студент Георгий Петрович Дровицкий и другие примкнувшие к нему студенты, она не только с его как бы смертью не завершилась, не затухла, она еще дала вот такой заряд энергии на многие отрасли вообще в экономике и политике страны, по сути дела. Потому что те идеи, которые были тогда сформулированы, сейчас реализуются в крупнейших концернах, таких как Росатом, там авиастроительная компания, в стратегиях развития целых регионов, там губернаторы, значит этим занимаются там министерства целые, то есть и то, что я сейчас буду рассказывать, это, ну так скажем, это не то, что писал Георгий Петрович. То есть, в то время, вот после войны был создан кружок, где собирались там бывшие студенты, там потом преподаватели, тоже из таких известных людей, которые составляли костяк этого кружка, можно назвать философом Мамардашвили, там писателя, патриоты, там Зиновьева, там когда он умер, по-моему, вот там буквально несколько лет назад, могилу, значит открывал Путин, ну там присутствовал, Мамардашвили, Зиновьев, ну целая плеяда величайших, ну по сути дела не философов, величайших мыслителей. Сначала кружок этот сформировался, он назывался московский логический кружок, потому что те идеи, которые философски обсуждались, они вытекали из постулатов логики, затем они поняли, что это даже не логический кружок и философский, то есть они занимаются на самом деле методологией, и вот, так скажем, общение, коммуникация между этими людьми позволили сформулировать ряд положений, которые были оформлены в схемы, и, так скажем, вот схема является продуктом деятельности этого кружка, и вообще вот, ну, деятельность кружка на самом деле не прервалась до сих пор, хотя Георгий Петрович умер, Петр Георгиевич продолжил это дело, сообщество организовано, которое этим занимается следующим образом, в январе проходит школа культурной политики, нет, в конце января проходят семейные игры, на которые имеют возможность приехать все желающие и поучаствовать в обсуждении каких-то вопросов, в конце августа проходит школа культурной политики, куда съезжаются, ну, различные люди, там, я не знаю, там даже вице-президенты различных корпораций, люди, которые просто занимаются делом и рассказывают о чем-то, чем они занимаются по теме игры. Ну, по сути дела, вот последние три года встреча в Светлогорске, это вот Калининградской области, проходит по теме повестка дня для России, то есть и люди, которые приезжают и рассказывают там то, что их волнует, получают какую-то встречную реакцию от собравшихся, позволяет это понимать, какие вопросы являются для страны наиболее актуальными и как их, в общем-то, можно решать или обсуждать в дальнейшем. Ежегодно в день рождения Георгия Петровича проводится 23 февраля чтение его памяти, где читаются доклады, а сам Петр Георгиевич Чедровицкий в течение уже нескольких лет, по-моему, около трех лет, читает лекции, которые называются «Введение в синтаксис и семантику СМД-подхода». Вот то, что я вам рассказываю, в итоге называется «СМД-подход. Системно-мыследеятельностный подход». Ну, как я вам сказал, это все было разрабатывалось в 50-е годы, после войны, и уникальность этой ситуации заключается в том, что Георгий Петрович всегда считал, что философия, то, чем он занимается, это не просто теоретические какие-то разработки и то, что вы создавали в школе. Философия – это то, что всегда можно взять для своей работы, для своей деятельности, иначе она не нужна. И когда они выступали на комсомольских собраниях того периода, он говорил в буквальном смысле, что философию нужно поставить на службу народного хозяйства. То есть для нас это сейчас означает, что философию нужно поставить для нашей обычной коммерческой практики, для работы, для управления и так далее. Ну, там, на самом деле, об этом можно очень долго рассказывать. Я просто перейду к более конкретным вещам. Скажу, что последние 7 лет Петр Георгиевич предложил тем людям, которым это интересно и которые собираются на семейный конгресс в январе, пообсуждать тему антологии, поскольку достаточно много философов очень давно вводят это понятие антологии в философский контекст. Ну, если мы откроем философские фаворы, мы прочитаем, конечно, что это означает. А есть кто-то, кто может сказать, как переводится наука о бытие? Ну да, это наука о сущем, о бытие. То есть переводится это как мир, как есть. Ну, я не претендую на роль философа и великого лектора, который вам сейчас это все расскажет. То есть, прежде всего, мое выступление – это сборка моей собственной рефлексии. То есть, мои мысли о том, что я за эти 5 лет услышал, узнал и хочу рассказать вам. То есть, на мой взгляд, антология – это, знаете, легко бы объяснить, что есть люди, у которых зрение хорошее, а у кого-то плохое. Вот я могу снять очки и посмотреть на эту коробку с карандашами, ну, и увидеть, что там что-то есть, там ручки стоят и так далее. Ну, вот девушка, которая сидит рядом, она будет это видеть лучше. Но коробка с карандашами, она никуда не пропала. То есть, мир остался таким, какой он есть на самом деле. Кто-то видит его лучше, кто-то его хуже. Для художника эта коробка с карандашами будет означать, что какие-то карандаши он сможет взять для своей работы, а какие-то он не сможет взять. И, например, он может не заметить, что там висят скрепки. То есть, они ему не нужны в его картине мира. То есть, антология – это картина мира, которая показывает, как мир существует на самом деле. То есть, когда мы говорим об антологии, мы хотим сказать, что мир, он существует независимо от нашего восприятия, но каждый воспринимает его по-своему. Я постараюсь говорить быстро, потому что сказать хочется очень много. Поэтому я скажу, что на первой игре, которая прошла несколько лет назад, была утверждена программа игр. Когда я приехал на игры, эта программа была уже утверждена. И первая игра была у нас антология другой. Игра устроена таким образом, что есть тема дня, установка на игру, и у нас была задача пообсуждать, что такое антология, понятие антологии, что это значит, какие бывают антологии, что это значит вообще антология другого. То есть, как я говорил, один человек в очках, другой без очков. Как он видит мир, как это понять. Мы для себя, по итогам этой игры, я для себя понял, что есть вообще у людей разные антологии. И основная проблематизация меня состоялась в тот момент, когда мне сказали, ну ладно, хорошо, то есть есть там два человека, которые разговаривают на разных языках. Ну это понятно, мы это все понимаем, то есть я не могу с ним разговаривать, я его не понимаю. Он на своем языке разговаривает, я на своем. Язык это, конечно, важный элемент любой антологии. То есть, значит, язык позволяет видеть мир. То есть он называет вещи в мире своими именами. То есть если я разговариваю с человеком, который разговаривает на английском языке, я его не пойму, но мир вокруг нас остался один и тот же. То есть он стол назовет тейбл, я назову его стол. Значит, если мы на стол не показываем, мы друг друга не поймем. Но это меньшая проблема, чем, например, проблема, как видят мир мусульмане и православные. Ну или там и христиане, я прошу прощения. То есть христиане готовы в средние века с огнем и мечом идти и насаждать христианскую веру. Значит, это было настолько сильное видение мира и представление о мире, что крестоносцы считали, что весь мир должен верить в Христа. Я хочу сейчас убрать религиозные все коннотации, но это по факту так. Значит, сейчас мусульмане за торжество своей веры готовы взрывать здания, в основном, я не знаю, устраивать теракты, то, что западная цивилизация будет называть. То есть, по сути дела, конфликт восточной и западной цивилизации настолько силен, что в чем проблема-то? Почему две этих системы не могут понять друг друга? То есть, в чем разница? То есть, это заставляет думать о том, что людьми и там, и там движут некие представления о мире, которые не позволяют договариваться, которые имеют серьезные различия. И смотрите, и за тем и тем видением мира стоит, ну там, десятки, сотни миллионов человек. За тем и тем видением мира, как у христиан, так и у мусульман, стоит тысячелетняя история. То есть, две тысячи лет христианской цивилизации, тысячи лет, ну там, чуть больше, там, мусульманской цивилизации. Три тысячи лет Будда, там, индуизм в Индии. Там миллиард человек придерживается, будем так говорить, этой религии, этой антологии, да? То есть, свое видение мира. Очень тяжело, например, не погрузившись в чужое представление о мире, понять, как, например, устроено, ну, какое-нибудь восточное единоборство, да? То, что мы называем, восточное боевое искусство. То есть, там совершенно другие представления о человеческом организме, как он работает. Представление об Ини-Янь. Представление о том, как течет энергия. И пока это не почувствуешь, невозможно в это поверить. Что человек устроен именно так. Что у него, оказывается, от указательного пальца, там, правой руки, и до большого пальца левой ноги идет одна мышца. Ведь в анатомии все мышцы разделены. А на самом деле, там, последние эксперименты, там, ну, некоторых, там, из западных ученых, показывают, что если живого человека разрезать, ну, там, как-то под наркозом, пошевелить ему палец вот здесь, то будет двигаться нерв и мышцы вот там. То есть, это один единый связанный организм. То есть, соответственно, на игре другой, значит, мы почувствовали, что есть абсолютно разные видения мира, абсолютно разных точек зрения, сформированные, да, распространенные нам нужно на сотни миллионов людей. А если мы встретим, там, марсианина, то есть, ну, там, пневмитянина, как вообще с ним разговаривать о мире? Видит ли он этот мир так, как мы? Может быть, он вообще присутствует сейчас, а мы его не видим? То есть, у нас нет инструментов, чтобы его увидеть, а он видит нас, значит, и присутствует здесь. Потому что, ну, мир, вот, мы его же, вот, его же можно потрогать для нас. Значит, ну, появилась, соответственно, гипотеза первая, что есть в мире нечто, что философы называют антологией, то, что позволяет сотни миллионов людей понимать друг друга, общаться друг с другом, то, что внутри имеет свой язык и в то же время разделяет людей. То есть, у одних сотен миллионов одна антология, у других сотен миллионов другая антология. Ну, там, у третьих миллионов третья антология. Значит, ну, вот, появилось понимание того, что вот большие религии – это совершенно точно антология. И в интернете есть, я могу потом прислать, вы посмотрите, очень интересный флеш-ролик о том, как появлялись большие религии, как они завоевывали мир и распространялись. И мы увидим, что, в общем-то, одни антологии сменяли друг друга. Значит, другие антологии, например, представление о том, что мир там стоит на трех китах, они умирали. Значит, я думаю, что сейчас в мире нет людей, которые считают, что мир стоит на трех китах. А ведь там сотни лет, это было господствующее представление о мире, и, в общем-то, люди с этим жили, и там, не знаю, не падали от инфаркта, от того, что там узнали бы, что это не так, и там не могли это проверить. Значит, ну, как бы, вот, вывод из первой игры, это то, что антология есть. Значит, следующая игра, на следующий год, в январе, у нас была по теме антология Бог. В течение семи дней к нам приезжали представители вот этих крупнейших религий и рассказывали про свою религию. Значит, у нас был главный протестант в России, значит, к нам приезжал главный католик, который отличает за Россию, был, ну, абсолютно, значит, упертый мусульманин Идар Джамаль, который говорил о том, что, ну, а что вы хотите, то есть, ну, вы пользуетесь арабскими цифрами, да, там, медицина у нас арабская, значит, она наша, мусульманская. Значит, нам осталось придумать мусульманскую экономику, исламскую. Значит, исламское право мы уже разработали, поэтому это как бы вопрос только времени, когда вы этим всем начнете пользоваться. Значит, у нас был христианин православный, ну, реальный человек, который при Советском Союзе сидел в тюрьме, и он исповедовал, крестил, значит, проповедовал, и, ну, когда он этим занимался, его бросали в бур, в картер, и, то есть, он постоянно подвергался в лагере репрессий за это. Ну, и, соответственно, администрация пыталась с ним договориться, чтобы он это не делал, и, ну, он жил бы как другие заключенные, и, в общем-то, ну, так скажем, не то чтобы хорошо, да, ну, так скажем, так же, как остальные, во всяком случае, бур по сравнению с обычной жизнью, это, ну, врагу не пожелаешь, то есть, это голые стены, там холодно, крысы и так далее, то есть, это необычное место, где живут заключенные. Он от этого отказывался, потому что он не мог, будучи в тюрьме, в лагере, будучи с другими людьми, которые испытывали необходимость во встрече с Богом, отказать им в этом. Поэтому он вынужден был, ну, вот, просто не мог с этим совладать, и проповедовал, и исповедовал, и крестил, и объяснял людям, что такое Бог, что такое вера в Бога, и, конечно, он помогал всем этим, то есть, он облегчал всем, как бы, жизнь, потому что, когда у человека нет антологии, в том числе нет религиозной антологии, то ему очень тяжело, он мир видит не полностью. Соответственно, у нас приезжал каббалист, два буддиста, и каждый из них рассказывал, почему он свою жизнь... Смотрите, ведь люди, во-первых, готовы всегда были жизнь отдать за веру, да? А во-вторых, даже если они не умирают в прямом смысле, то они свою жизнь много лет, много десятков лет кладут, ну, на какую-то абстрактную вещь, на веру во что-то, да, если мы там из внешней позиции будем об этом говорить. То есть, на веру в Бога, и они в это верят, на это тратят время, живут по тем заповедям, которые у них есть, и это им помогает жить. То есть, и мы выделяли для себя какие-то ключевые вещи, которые должны быть в антологии. То есть, антологический поступок, который позволяет верить, откровение, которое спускается на кого-то, да, то есть, там, откровение получил Христос, откровение получил Мухаммед, то есть, там, откровение получил Моисей, кому-то об этом рассказал, люди поверили, им стало легче жить с этим, и потом миллионы, десятки миллионов и сотни миллионов последователей по всему миру за тысячу лет. То есть, ну, мы так примерно наметили, какие есть ключевые моменты вот в этом понятии, которые философы называют антологией. Значит, и следующая игра у нас была, которая называлась материальный метод. Ну, на эту игру к нам в течение семи дней, на следующий год, нам приезжали, там, известные физики, там, люди, которые, там, с Сахаровым изобретали бомбу атомную, там, биогенетик, который нам рассказывал про геном человека, значит, там, историки, палеонтологи, то есть, те люди, которые нам могли показать, что ведь на самом деле любая наука, это тоже антология. То есть, если раньше, ну, было достаточно представлять, что Солнце вращается вокруг Земли, то, в общем-то, люди с этим жили, верили в это и считали, что мир так устроен, то есть, вот он мир так, как есть. То есть, вот Земля в центре, вокруг другие планеты и звезды, все вокруг Земли вращается, там уж куда-то девается, значит, и, вот, считали, что мир устроен так. Ну, пришли другие ученые, там, Менделееву приснилась таблица, он сказал, вы знаете, вот есть химия, вот такие есть элементы, вот из них все состоит. Ему поверили, то есть, ему откровение это спустилось, будем так говорить. Следователи ему поверили, теперь мы это изучаем в книжке. Но наверняка были теории научные, которые говорили о том, что там не столько элементов, а всего лишь, ну, меньше или больше. Показателен здесь пример из физики, когда там физики собрались на каком-то конгрессе и простым голосованием выбрали теорию, которая должна была стать физикой господствующей. Ну, потом, как бы, история показала, что они проголосовали правильно, что потом на основе этой теории можно было сделать какие-то научные открытия, которые мы сейчас используем в повседневной жизни и так далее. Ну, я думаю, что если бы они выбрали другую теорию, то они бы сделали другие бы открытия. Потому что и физика, и химия, и биология, и медицина, она на самом деле нам не рассказывается, как на самом деле устроен мир. Потому что мир, на самом деле, вот он был и есть отдельно от нас. Потом будут другие теории. Но на этом этапе вот эти научные теории являются нашими онкологическими представлениями о мире. Ну, у нас была возможность самым главным физикам в стране, самым главным биологам задать вопросы о том, скажите, А вот ваша физика, она сейчас все объясняет в мире, вы можете действительно сказать о том, как устроен мир? Нам говорили, да нет, собственно, вот мы отсюда и до сих пор мы объясняем, но послушайте, мы не знаем, как появился мир. Мы не готовы сказать, куда он денется. У нас есть некоторые теории про большие какие-то процессы во Вселенной, но мы их никогда не проверим. Ну, вот у нас есть некоторые сейчас другие теории. Мы сейчас построим андроидный коллайдер и, значит, выясним вот такие моменты. Ну, как бы, а вопрос, а вот вам вот этот коллайдер, он на самом деле зачем там? Он какое-то практическое значение имеет? Да нет, это у нас там свои теории есть какие-то. Вот мы сейчас там их здесь проверим. То есть это у нас тут скоро, и как бы у нас потом это все разрешится. То есть ни физика, ни биология, ни история не отвечает на вопрос, как на самом деле что было и что есть. То есть это представления о мире, которые вот распространились, в которые мы верим точно так же, как то, о чем мы знать не можем на самом деле. Эти антологии, ну, эти, вернее, игры нас сильно продвинули в понимании, что такое антология. И следующая игра была антология время. И на игре антология время Петр Георгиевич впервые, ну, может быть, не впервые, но как бы впервые была поставлена такая задача нарисовать схему антологии и антологизации. То есть если есть антология, то значит она к человеку каким-то образом приходит и каким-то образом реализуется. То есть я, к сожалению, не стал приверженцем антологии физики. Ну вот я в нее не верю, поэтому мне вот легко как бы об этом говорить, но я ее не использую нигде в жизни. И она для меня является достаточно абстрактной. Ну, допустим, там какая-то другая антология, она мне присуща, я понимаю, как устроен мир, и мне легко. Значит, на игре антология время была предпринята попытка рисовать антологию на так называемой схеме шагоразвития. Ну, то есть, соответственно, эта схема была разработана московским методологическим кружком. Вот такой закоречка Y. Московский методологический кружок предложил обозначать прошлое, настоящее и будущее. Это я вам сейчас рассказываю про схему шагоразвития. И есть ситуация 1, и есть ситуация 2. Значит, схема шагоразвития на самом деле типичная управленческая схема, которая дается в любых менеджеральных теориях. Это схема, которую нужно рисовать для создания любого проекта. В западных менеджеральных теориях эта ситуация называется as is, а эта называется to be. Есть некая проблематизация, и необходимо сделать шаг развития, чтобы ситуацию as is, которая сейчас превратить в ситуацию to be. А вот этот шаг развития, то, что называется в методологии, я напоминаю, что это было придумано в 50-е годы, называется GAP. Кто-нибудь знаком с этим, нет? Для меня, на самом деле, это было большим открытием несколько лет назад, здесь в Нижнем, когда один из тренеров Нижегородских рассказывал, как нужно составлять проекты. Я тогда не был знаком с SMD-подходом. То есть понятно, что вот сюда, в эту ситуацию мы описываем то, что та ситуация, которая есть в компании сейчас, а вот здесь решуем то, что должно быть ситуация в будущем. И, соответственно, мы прорабатываем то, что в западных менеджеральных теориях называется action plan, и по нашему SMD-подходскому понятию делаем шаг развития вот сюда. Значит, ну вот, как бы была гипотеза, что это все происходит на схеме шага развития. Ну, как бы абстрактно, да? Я на самом деле вам об этом сказал, чтобы нарисовать схему шага развития. Ну, раз я нарисовал схему шага развития, я, в общем, ну так, набрался смелости и окаянства сказать, что, ну, раз у нас есть ситуация 1 и есть ситуация 2, то схеме шага развития можно, прям в буквальном смысле, в кавычках, присобачить схему акта деятельности, которая тоже была разработана уже в прошлом веке, там, в 60-х годах, имела свою историю, и обо всем этом можно прочитать. Схема акта деятельности выглядит следующим образом. То есть есть некий исходный материал, должен быть некий конечный продукт, есть цель, и для того, чтобы в соответствии с целью, из исходного материала получить конечный продукт, нам необходимы знания, опыт и средства. Знания, опыт и средства. И все. То есть, по сути дела, чем схема акта деятельности отличается от схемы шага развития? Она отличается тем, что она вводит инструменты сюда, вводит понятие цели, ну и, собственно, больше ничем. То есть, ситуацию 1 можно рассматривать как ситуацию с исходным материалом, а та ситуация, которую некий архитектор нарисовал как ситуацию 2, можно рассматривать как конечный продукт. Значит, к этим двум схемам, ну, а тут интересно все очень, то есть здесь можно крутить как угодно. Мне она очень нравится, вот эта схема акта деятельности. Цель зачем это делаешь? Достигни продукт это же и есть. Так и достигни ею. Ну, продукт это и есть цель, состояние 2 это уже цель, разве нет? Нет. А чем тогда разве чем? Цель это что-то. Ну, тем, что ситуация 2, в процессе работы может поменяться, видимо, а цель останется. То есть, ну, здесь можно рассказать притчу о том, как, значит, строят, ну, идет некая стройка, ну, и человек подходит и спрашивает у строителей, ты что делаешь? Он говорит, я деньги зарабатываю. Значит, к другому подходит, говорит, ты что делаешь? Он говорит, я кирпичи кладу. К третьему подходит, что делаешь? Он говорит, я строю храм. То есть, заметьте, цели у всех разные, а конечный продукт будет в итоге одинаковым. То есть, по сути дела, договор о целях является важнейшим элементом любого акта деятельности. Иначе один будет деньги зарабатывать, другой кирпичи класть, а третий будет храм строить. Ну, как бы, нет гарантии, что в итоге, ну, как бы, храм они не построят. То есть, скорее всего, один, который деньги зарабатывает, уйдет туда, где деньги еще больше дают. Другой будет криво класть кирпичи, не понимая, что он делает. Ну, а третий будет, в общем-то, строить храм. Соответственно, мне эта схема, я повторюсь, очень нравится. Ее можно крутить как угодно, все очень просто. То есть, здесь доски, знания о том, как сделать стул, можно в учебнике прочитать. Опыт, если ты один раз уже делал стул, он у тебя появится дальше. То есть, ты, или его нет, но ты будешь пробовать, накапливать опыт. Средство, молоток и гвоздь, ты всегда найдешь. Стул, в конце концов, сработает. Соответственно, так скажем, в любой ситуации, которую вам нужно строить, там, в вашей ситуации деятельности, вы всегда будете знать, что вам не хватает. То ли вам не хватает знаний, то ли не хватает опыта, вы туда идете первый раз, то ли не хватает средств. В качестве средств могут выступать люди, инструменты, софт и так далее. Ну, как бы цель, это важная штука. Значит, что у нас есть про знания в методологических схемах? В методологической схеме есть некая схема знания, которая выглядит в следующем образом. Значит, чтобы... Как получаются знания у человека? Все эти схемы были нарисованы, обсуждены, отрефлексированы после того, как были проведены исследования в детских коллективах. То есть, ребенок рождается глупой, ничего не знающей. Как формируется у него представление о мире? Он видит близких людей своих, считает, что они ему самые родные. Там мама называет папу папой, папа называет маму мамой. Соответственно, у ребенка появляются первые представления о мире. Значит, ну, то, из чего едят, это тарелка. То, на что кладут, это стол, предметы. Соответственно, наиболее такие интересные исследования были проведены над детьми, которые решают различные математические и логические задачи. Ну, и была, в общем-то, сделана вот такая схема, что для того, чтобы определить объект, что это такое, ребенок сначала соотносит знания об этом объекте с тем, что у него уже есть, с тем представлением, которое у него уже есть. Соответственно, если, ну, я не знаю, я увидел вот этот треножник и вот эту штуку на нем, я, скорее всего, пойму, что это камера. Ну, потому что у меня есть представление о камерах. Я их раньше видел, телевизионные, да, там, или видеокамеры. Я думаю, что эта вот штука точно называется камерой. Хотя это может и не быть камерой. То есть, может быть, я вообще не понимаю, что это такое. Вот это чашка, я думаю, потому что из нее пьют, не ложка. Ну, интересно, значит, вот я последний раз общался с приятелем и, ну, пытался ему тоже привести какой-то пример. На столе стояла пиала, и я ему сказал, ну, я вот по категориальным своим представлениям, я думаю, что это чашка, потому что, ну, скорее всего, из нее пьют, хотя у нее ручки нет. А он из нее ел, эта пиала стояла. То есть, я могу ошибаться. Поэтому у нас каждый раз идет соотнесение. То есть, у нас каждый раз возникает знание. Когда мы читаем книгу, у нас возникает соотнесение из книги с теми словами, которые написаны в книге, с тем, как мы их понимаем. Ну, вот, соответственно, это мне, как бы, схема знания дает такую гипотезу, что вот здесь, вот где-то на этажах выше, лежит антология, значит, которая позволяет человеку, ну, видеть мир для начала, да, то есть, иметь представление о мире. То есть, я пока вот считаю, что вот эта антология, она появляется у человека, ну, вот где-то из книжек, где-то из жизненных ситуаций, значит, где-то из общения с родителями, с соседями. То есть, когда человек живет, вот, начинает жить своей жизнью, у него начинает формироваться некая антология. При этом, ну, нужно понимать, что многим людям и не нужна антология. То есть, и не нужно представлять мир, как есть на самом деле. То есть, люди останавливаются на каком-то месте и говорят, ну, вот этого представления о мире мне достаточно. Я знаю, где у меня ванна, знаю, где туалет, знаю, где мне поесть, знаю, где я пойду на работу, поработаю, получу деньги и срачу их. И люди, в общем-то, рождаются, умирают, не узнав, как устроен мир на самом деле. Ну, так это вот вы перечислили как раз антологию этого человека. У вас простейшая антология будет у него, да? Ну, пусть хорошо. Ну, пусть у него будет простейшая антология, но мы-то на самом деле же знаем, что антология – это представление о мире, да? И нельзя же сказать, что если физик не знает, как родился мир и как умер, что у него антология больше, чем у человека, который, ну, вообще об этом не задумывался. Нет, тут уже идея в том, какая антология будет лучше. Хорошо. У священника она будет лучше, хотя он не будет задумываться. Хорошо. Значит, ну, будем считать, что у всех есть антология. У кого-то меньше, у кого-то больше. Я готов с этим согласиться. Это, может быть, даже и отвечает некоторым моим взглядам. Но Георгий Петрович говорил, что многие люди живут без антологии. Это позволяет им убивать друг друга, врать, предавать. На высшем уровне выяснения, предполагается, вот те, которые там… Да, ну, настолько у них мало представления о мире, что у них почти и нет. Да. Значит, смотрите, а дальше вот… Я знаю дядечку, который у четыре высших образования, но бутылки собирает. Это ни о чем не говорит. Нет, ну, тут нету, как бы, никакого… Никакого шовинизма к тем людям, у которых нет антологии. Или у них мало антологии. Шовинизма к ним нет. То есть люди живут с представлением о мире, все имеют право на жизнь. В общем, плохих антологий не бывает. Нет, плохих точно совершенно нет. Значит, как мы это можем употребить? Вот эту схему. Значит, для меня является очень важным то, что, по-моему, вот антология является, вот я тут нарисую такую бутылочку, таким волшебным эликсиром, который, если человек из книжек напился, на уроках наслушался, с родителями обсудил, с друзьями обсудил, она настолько сильно формирует вот этого человека, архитектора, ну, это у нас тут началась как бы позиция, да, она настолько сильно формирует вот эту фигуру деятельности, настолько он четко представляет свой мир, что он не может без этого жить. И если он видит вот эти вот разрывы в мире, вот эти проблемы, он начинает мир приводить к ситуации 2, к той, которая у него на самом деле сложилась в голове. Идеализировать. Ну, во-первых, у него здесь сложились идеальные представления, благодаря антологии. А во-вторых, он начал этот мир приводить в порядок. И здесь я тоже обычно простой пример привожу. То есть есть люди, которые просыпаются утром, у них в квартире грязная посуда. А кто-то просыпается утром, у них нет грязной посуды в квартире. Они ее либо помыли вечером, либо помыли сразу после того, как поедали. И нельзя сказать, что холерики всегда моют посуду или сангвиники. И нельзя сказать, что образованные люди моют посуду, а не образованные не моют посуду. Просто у одних так сложилось, там, воспитание сложилось в семье, жизнь так сложилась, что они этот мир свой видят только с чистой посудой. А другие воспринимаются только, ну там, и с грязной посудой тоже. И причем я не даю сейчас оценки, что лучше, грязная посуда в раковине, или то, что ее нет, а она чистая в шкафу ставит. Просто у одних мир один, а у других другой. Но вот вы мне ответите на вопрос, а что движет человеком, который моет посуду каждый раз после того, как ест? Или моет ее вечером, а утром у него чистая посуда в раковине. Просто у него такое представление о мире. У него сложилась такая антология, которая не позволяет ему в раковине держать грязную посуду. И, соответственно, точно так же любой человек с антологией, он выходит в мир и говорит, слушайте, в нашем мире, вот где мы живем, вот в наших квартирах, в нашем городе, в стране что-то не так. Вот это конкретно не так, и вот это не так. И я настолько хорошо понимаю, что это расходится с моими представлениями о мире, что я иду и делаю, и это задает мне цель, чтобы так не было. То есть я вижу этот разрыв и добиваю цели, чтобы этого разрыва не было. Решаю ту проблему, которую вижу, которую воспринимаю как проблему. И это, конечно, относится больше не к антологии, а больше относится к деятельности. И теория, которую мы сейчас разрабатываем, продолжаем, слушаем, это называется теория деятельности. И я как раз считаю, что именно антология задает любому акту деятельности смысл. Вот это вот, берем вот такой квадратик и здесь пишем смысл. А в акте деятельности что первичная, цель или продукт? С2 или С2? Что? С чего вы считаете? Ну, смотрите, то есть я думаю, конечно, цель. То есть от цели у нас задается антология. А если я много разрывов, допустим, уже не вижу, но я с этим ничего поделать не могу? Это целеполагание просто мое. Я знаю, как я делаю. Но это не антология, что ты не доводишься. Да, ну то есть просто вопрос, Андрей. Вопрос стоит в том, что у вас недостаточно антологии. Если бы у вас было жизненное, ну там стопудовое представление о том, что вот эта проблема вам мешает жить, то вы бы без каких-либо вообще проблем взяли бы и решали. Я для себя лично могу решить, но не в проблемах ваших. Нет, нет, ну тут ведь как. Крестоносцы, которые шли с огнем и мечом на разные территории, у них была такая сильная антология, которая позволяла им убивать других людей ради торжества их идей. Ну, они решали на самом деле цели других людей, которые оставались у себя дома. Ну, естественно. Ну, то есть, ну, как бы тут же вопросов нет. Моя цель может противоречить вашей, может противоречить целям других людей. Но я так вижу мир, что он должен быть так устроен. Для меня лично. Ну, для того, кто здесь. Для архитекта. Надо тогда средства обозначить по нему здесь средства, потому что, в общем-то, это уже приводит к типу к яйце, телеоправдывает средства и так далее. Нет, ну тут смотрите. Антология, это у всех, может быть, углаживает, как углаживает средства достижения, так сказать. Нет, смотрите, а средства тоже задаются антологией. То есть, они у всех разные. Моя цель-то одна и даже, так всем будет хорошо. Один делает хорошо, потом он вам пытается. Нет, ну так, смотрите, сейчас мы об этом дальше будем говорить. Вы знаете, ну так не только Ницше говорил. Так, например, у Фауста. Значит, труд миллионов рук достоин высшей цели, которую построил Ум один. Так там дьявол говорил у Фауста. Значит, я не говорю о том, что это дьявольская теория. Я говорю о том, что любому инноватору, да, архитектору, который вот здесь, его антология как раз позволяет что-то придумать и реализовывать. И именно антология задает силу и вектор деятельности. То есть, насколько сильнее антология, настолько сильнее будет сила воли и вектор деятельности. Мы же ведь с вами нарисовали простую схему. Она на самом деле не про миллионы людей, не про крестовые походы. Она про то, как утром мыть посуду. То есть, вот у одного человека сформировалась картина мира о том, что посуда должна быть чистой. Он так сформировался, средства у него есть, вода из крана течет, опыт есть, он мыл. Все, он дальше моет посуду. Ставит себе цель, что посуда должна быть чистой. Ситуацию без, ситуацию с грязной посудой он себе не представляет. Моет посуду, у него дома чисто, убирается дома. Все у него хорошо. И все. А есть ли у него цели? Или он это делает просто на автомате, потому что это привычка. А у него потом вырабатывается автомат, потому что у него цель такая. Ну, почему? А есть ли цель вообще? И первоначально у него была цель, чтобы выводить домичность? Конечно, я вам скажу, конечно. Я сама вообще не понимал, что цель чистая. Это подсознательная цель. Ну, послушайте, это самое. Знаете, у меня, знаете, какая есть гипотеза на этот счет? Если он не понимает цели и делает, значит, смысл исчез, но, как вы говорите, привычка осталась, и это, по-моему, называется культурой. То есть вот дальше мы здесь вообще вот этот квадрат можем нарисовать в схеме, я его всегда так рисую, воспроизводство деятельности и трансляции культуры. С одной стороны, есть схема воспроизводства деятельности и трансляции культуры. Меня, честно говоря, она здорово очень перевернула в свое время. Георгий Петрович говорит о том, что, в принципе, в истории человечества существуют только повторяющиеся деятельности. То есть с одной целью, значит, ну там, с разным набором средств, опыта и знаний, но повторяющиеся деятельности мы постоянно воспроизводим деятельность предыдущих поколений. Ну, это легко посмотреть на простых примерах. Отец где-то в горах Пастады, там, дед паст стадо, сын пасет стадо. И так будет очень долго, пока какая-нибудь женщина-туристка не приедет, не скажет там, а давайте я вас свожу в город на машине. И они поедут в город, увидят, что там оказывается, ну, что-то такое новое, там есть какие-то новые средства. Они скажут, эх, классно, как мы что увидели. Мы сейчас себе привезем там и улучшим что-то. И у них получается такая интервенция. То есть они получили новый опыт, сделали там интервенцию. У них там теперь, значит, стадо, и еще там новый водопровод, и новые там какие-то коровники они построили. И больше продают. И уже сказали, слушайте, а что мы, давайте мы внука сейчас пошлем в город учиться. Он поехал учиться, выучился на экономиста, продал ферму. У него теперь все живут в Гарварде, значит, отдыхают в Египте, все хорошо. Значит, сменилась деятельность, но я же показал вам, как она копировалась исторически, да? Процесс целей, достижение цели улучшили. Цель-то так? Нет. Баранова-то и выращивали. Ну, возможно, я не спорю. Ну, нет, улучшили, да. Ну, поменяли средства. Поменяли средства. Значит, если мы посмотрим на людей, люди все время, каждый день, сталкиваются с ограниченным количеством ситуаций и повторяют их. То есть, вот, может быть, сегодня у вас, ну, там, новая ситуация, или у меня новая ситуация, я там выступаю вот перед таким количеством людей. Хотя у меня был опыт преподавательской деятельности, да, для меня это тоже не новая ситуация. Я ее знаю уже. А так мы каждое утро просыпаемся, значит, едем на работу, обедаем, там, завтракаем, там, идем в кафе, там, ну, если только напьется кто-то, и по дороге его в милицию заберут, может быть, это для него будет новая ситуация. А так вообще, ну, там, для кого уже забирали один раз, тот, в общем, ну, для него ничего нового в этой ситуации не будет. И все хорошо. Значит, смотрите, вот, отвечая на ваш вопрос, так вот, по-моему, когда уходит из акта деятельности цель и смысл, он превращается в культуру. То есть раньше люди рисовали друг другу какие-то тексты на стенах пещер. Мы сейчас не знаем смысла этих текстов, не знаем смысла этих рисунков. Хотя, возможно, они что-то означали. Мы считаем, что это художники, которые нарисовали что-то на стенах. Есть языки, которые умерли, и мы к ним иначе, как к культурным артефактам, относиться не можем. Есть, представляете, танцы, которые в Китае делают там десятки тысяч, там миллионы человек каждое утро. То есть гимнастика вот этого с таидуцуаль. Так в этой гимнастике таидуцуаль есть уникальный смысл. Каждое движение означает удар и боевое какое-то имеет применение. Но те люди, которые сейчас танцуют, не знают смысла этих движений, не думают о том, что это было целью научиться отражать какие-то удары. И только где-то в семейных каких-то видах единоборств эта цель и смысл этих движений еще остались. И вот есть люди, которые занимаются тем, что изучают, а что стоит за каждым движением, можно ли это воспроизвести, использовать для отражения атаки или для защиты. Соответственно, если уходит цель и смысл, это все превращается в культуру. Но нам это так особо не надо. Нам надо сейчас все-таки сохранять и смысл, и цель. Значит, а дальше здесь на этой схеме есть еще одна схема. Я сейчас дальше нарисую другую схему. Ну, соответственно, еще я хочу вспомнить о том, что, смотрите, вот когда некая антология явилась в качестве праведческой такой религии, да, там, забудьте, Мухаммеду или Христу, и вот Христос начал приводить мир в соответствии с теми представлениями, которые у Него возникли, ну, Ему пришлось умереть для того, чтобы показать, насколько они важны для Него. Причем мученически умереть. И вот акт деятельности, который когда-то тогда создался, да, вот он копируется, конечно, в веках. И продолжается, и распространяется на десятки миллионов и сотни миллионов человек и живет тысячелетие. Значит, теперь я хочу поговорить о том, как сделать так, ну, в моем представлении, чтобы акт деятельности жил долго. Как я это понимаю? Потому что я-то вам сейчас рассказываю свою антологию, да, как устроен мир. И эта антология, антология деятельности. То есть, что все от деятельности. Значит, ну, это тоже такая история, то есть, исследования проводились на детских играх, причем не только в России, я недавно прочитал, за рубежом тоже есть подобные исследования, которые ссылаются на опыт там, различных философов, в том числе Пиаже, о том, что вот, представьте себе ситуацию, ребята играют на лужейке в мяч, значит, пинают его хаотично, ну, так скажем, в нашем представлении там не возникает ни управления, ни организации, ни руководства, ситуации какие-то. Значит, этот один из мальчиков предлагает, говорит, а давайте будем бить вот по этому дереву, вот отсюда проводят ногой по грязи, и мальчики, значит, начинают бить, то есть, кто попадает в дерево, тому очко, кто не попадает, значит, не попадает, а что нет. Ну и, соответственно, кто набрал больше очков, тот победит. Значит, что это за ситуация такая? То есть, кто-то посчитал, что должна возникнуть ситуация 2, когда все играют по правилам, по неким, организовал деятельность, и все ему, заметьте, подчинились. Почему так получается? Ну, как бы, в западных менеджеральных теориях мы скажем, что мальчик лидер, значит, вот он воспитал себе лидерские качества, наверное, там, утром просыпался, закалялся холодной водой, отжимался. Значит, ну, то есть, ну, такой вот молодец, да? Ну, мальчик об этом, на самом деле, не знает. Сегодня это один мальчик, потом другой мальчик. Значит, бывает так, что в детском садике дети взяли и договорились играть там в сложную игру. Есть простые игры, типа дочки-матери, там все знают, мама старшая, ей надо подчиняться, там, а вот есть сложные игры, там, давайте играть в красную шапочку. И тут вот такая мно-горлевая игра, сценария никакого нет, дети играют, или там, значит, Петр Георгиевич приводил в лекции пример, давайте поплывем на корабле на остров, там выйдем, будем играть, потом пообедаем и приедем обратно. И тут Вася, капитан корабля, ему интересно, он капитан, он начинает долго вести этот корабль, никак на остров не приедут. А девочка Маша говорит, Вася, ну ты что же так долго-то с этим кораблем, мы уже, девочки, хотим играть. Вася говорит, ничего не знаю, короче, у меня паруса, тут я такой, значит, веду корабль. Ну, какие варианты? То есть, во-первых, уже ситуация того, что Маша перестала быть пассажиром и обратилась к Вася по поводу того, что он как-то не так играет, означает, что в деятельности есть некий рефлексивный слой, который позволяет, не находясь вот здесь, участникам этой деятельности выйти вот сюда из деятельности и начать обсуждать эту ситуацию. То есть, куда ты, Вася, ведешь вот этот корабль? А? Значит, можно обратиться напрямую, вот здесь у нас есть воспитательница Мария Ивановна, и сказать, Мария Ивановна, Вася куда-то не туда ведет корабль. Значит, Мария Ивановна подойдет, скажет, Вася, всем детям по 8 лет, тебе 14. Ты что делаешь? Ты ребят-то слушаешь. Да? То есть, ну, значит, но Петр Георгиевич и Георгий Петрович говорят о том, что иногда бывают ситуации, когда нет Мария Ивановна. И тогда вот эту вот как бы проблему разрулить, куда идет корабль, на себя дети могут взять двумя путями. Либо у них действительно появляется мальчик, который готов ну, как бы все расставить по местам, сказать, Вася, через минуту корабль приезжает, Маша с девочками выходят, играют, потом все садятся, я за этим слежу, и мы возвращаемся. Значит, почему так происходит? Потому что, может быть, этот мальчик видел, как его папа, директор завода общается с подчиненными. То есть, может быть, он раньше уже так делал в свое время, и у него получалось организовать других ребят. И здесь речь идет о его личном опыте, его личных знаниях, которые он получил для того, чтобы организовать эту ситуацию. А бывает так, когда, ну, такого мальчика не появляется, и дети в своей коммуникации договариваются. А если не договариваются, то тогда Маша с девочками совершенно спокойно берет девочек, бросает игру, идет играть в дочке-матери, потому что, ну, до смерти и не хочется плыть на этом корабле. И, опять-таки, я говорю, а почему так происходит? Потому что у них нет общей цели, да, когда они поплыли на корабле, у них не было ясного понимания цели, не было ясного понимания ситуации, у них не возникла общая онтология в игре, потому что, ну, та онтология, которая как бы возникла, когда они начали играть, позволяет им в любой момент прекратить игру и разойтись, и не достичь цели, не доплыть на этом корабле до того места и вернуться обратно и поиграть, и пообедать, и поужинать, и так далее. То есть, на самом деле, это опять про управление, о том, что когда есть большой коллектив, о том, когда есть большая страна, о том, когда у страны нет общего понимания, куда плывем, начинает отгалываться одна республика, другая республика, потому что мы вроде нет цели, но мы пойдем в свои игры играть, а вы в свои играйте. А почему? Марьи Ивановны-то нету, а площадки, чтобы это обсудить, тоже нету. А так, как было бы хорошо? Вот есть общая деятельность, общий язык, общие границы даже, и выйти вот в какое-то некое коммуникативное пространство и обсудить, а куда плывем, а все ли интересы у нас соблюдены, а все ли в нашей деятельности правильно. Ну и в общем-то вот эта вот модель, когда у нас здесь есть отзвительный и рефлексивный слой, нарисовать мне помогло, помог доклад, который был в этом году на чтение памяти Георгия Петровича, это был доклад об институтах. И был там доклад об институте идеального суда, и в общем-то в какой-то момент я понял, что институт идеального суда помогает в такой большой конструкции как страна сохранить риски копирования, сохранение смысла деятельности или сохранение смысла правовых норм. Потому что мы совершенно четко всегда представляем, что справедливо, что несправедливо. И это в общем-то не в законах пишут, и не в книгах каких-то. Мы знаем, что по закону бывает одно, а в жизни бывает другое, и у нас норма справедливости она всегда остается. То есть вот эта вот схема воспроизводства деятельности и трансляции культуры, она на самом деле про копирование норм. То есть правовых норм, поведенческих норм. И что позволяет сохранить эти нормы копированными, то есть неизменными. Ну вот один из докладчиков, Вячеслав Марайчев сказал, что ну вот институт, вот на его взгляд, я так его понял, позволяет сохранить вот эти нормы неизменные. Ну, с моей точки зрения, как бы и смысл неизменен, и цель неизменен. И все это мне напомнило одну из менеджеральных тоже теорий. Это теория, которая разработана в Microsoft Solutions Framework, которая позволяет снизить риски проекта. То есть это теория про управление рисками в проекте. Для того, чтобы у нас вот в таком проекте было управление рисками, чтобы он не получился у нас плохим, значит, у нас должна быть коммуникация над проектом. Значит, и в этой коммуникации у нас должны быть следующие роли. Я вот их рисую. Это роль архитектора, который придумал этот проект и сказал, а вот такой давайте дом построим. Значит, и нарисовал дизайн дома. Должен быть административный директор, который покупает кирпичи, нанимает строителей, значит, смотрит по чертежам, все ли нормально. То есть тот, который занимается обычной, как бы, рутинной работой. Значит, у них должен быть в стране это, я так понимаю, судья, а вот в такой рабочей группе это фасилитатор, который будет говорить, ну, там, давайте, вот то, что архитектор придумал, ты давай, ну, как бы, нормально строим. И там, вы друг с другом-то не ругайтесь, вы давайте там нормально общайтесь. А у нас еще, еще здесь три роли сейчас будут. Значит, у нас есть человек, который инвестирует во все. Инвестор. А так как он инвестирует во все, он еще и имеет право проверять, как тратится его деньги. То есть он ревизор. А если это нормальное предприятие, я вот считаю, что вот здесь можно это назвать как председатель советов директоров. А вот это вообще все совет директоров. Потому что председатель советов директоров должен обеспечить коммуникацию между другими членами советов директоров и не допустить, чтобы они ругались друг другом. А еще у нас есть, у нас же в этом доме кто-то будет жить. мы же его нарисовали не просто так, чтобы там жили люди, значит, у нас должен быть человек, который отвечает, то, что называется customer focus, а я это называю книгой жалоб. То есть человек, который будет собирать жалобы и говорит, слушай, ну, товарищ архитектор, ты что же там нарисовал? Тут потолки низкие, ты давай потолки повыше, коридоры пошире, потому что, ну, ходить неудобно. То есть архитектору, в принципе, всегда все равно, что нарисовать. Он нарисует с золотыми башенками, на что инвестор и ревизор скажет, слушай, мне не надо с золотыми башенками, мне надо или с железными, давайте там краской золотой покрасить, или вообще уберем. А customer focus скажет, слушайте, ну, точно вот нам, как потребителям, башенки, в принципе, и не важно. Хотя весь проект нам очень нравится, но без башенок тоже будет хорошо. Значит, здесь у нас есть, который за customer focus. И еще есть четвертый, который, ну, как я говорил, собирает best practice, который скажет, что, вы знаете, вот сейчас новые материалы изобрели бетон, то есть вот, ну, ты вот, вот этот закупаешь, да, который там старый, а сейчас есть новый и дешевле. И вообще, а конкуренты, значит, решили отказаться от бетона и строят на какой-нибудь пенобетонной смеси. Давайте подумаем все вместе. И будем на пенобетонной смеси смотреть. Вот Варит, он знаете, что делает? Он просто следит за конкурентами, следит за аналогичными ситуациями на рынке. Он скажет, что, ребята, вот вы, ну вот, ты административный директор сейчас как продаешь? Он скажет, я сейчас продаю, у меня прайс, и я звать он говорит, слушай, сейчас есть новые идеи, там, вот те стали продавать уже через социальные сети. Давайте вот сейчас обсчитаем, как, что нам будет стоить продавать через социальные сети. А еще он говорит, те, которые продают, они сейчас сняли фильм о своей работе. То есть, что у них там, куда можно там ткнуть мышкой зайти, какой у них офис, значит, что они делают, как у них все покупают. Типа, и после этого фильма у них продажи, вот они пишут в таком-то журнале, выросли на 15 процентов. Потому что люди это все увидели. Раньше они знали про этот программный продукт, а сейчас они это видео увидели, и им видео очень понравилось. Здорово визуализировалось. И вот он следит за конкурентами, собирает лучшие практики и предлагает их. А ему для того, чтобы собирать лучшие практики, надо еще заниматься, изучать прогнозы, да, всех. Смотреть, что происходит на рынке. И может быть там фарсайты. Смотреть за конкурентами, ездить на выставки, на всякие, на конференции. То есть, смотрите, вообще кто в каком костюме пришел. У кого дела хорошо, у кого плохо, и так далее. В принципе, это то, что у нас называется, наверное, маркетинг. Но когда мы говорим, что у нас это не маркетинг, у нас это упор на то, что нового, хорошего и полезного можно в будущем взять для работы. То есть, я это называю книга предложений. И, на мой взгляд, очень важно, что мы книгу жалов и книгу предложений разделили. И вот эта конструкция, которая, в принципе, похожа на то, что предложил Microsoft Solution Network, в целом позволяет нам управлять рисками проекта. Значит, смотрите, как у нас архитектор, у нас отсюда переместился в рефлексивный слой и наравне с другими фигурами обсуждая то, что происходит в деятельности. Причем очень важно, чтобы эти позиции удерживались. Ну, смотрите, как бы, ну, большой проблемы в том, что эти позиции не удерживаются, нет. Это даже может быть вообще один человек, который одновременно является инвестором и архитектором всего проекта, и руководит предприятием. Ну, как-то договаривается внутри себя, следит за тем, какие у клиентов, и следит за тем, что делают конкуренты. Но это фигура предпринимателя. И такая шизофрения хорошая внутри себя очень тяжело. Я вам сказал, что у меня есть компания, и я, например, как инвестор, очень собой недоволен, как административным директором, хотя у меня видение, к чему идти, у меня очень присутствует. И, ну, в первую очередь, потому что, когда я занимаюсь анализом рынка, мои покупатели сильно недовольны. Вот. И, в общем, конечно, если бы в моем проекте у меня был бы такой совет директоров, на который бы я раскинул эти позиции, и даже позиции, и остался бы, допустим, инвестором, или у меня был бы какой-то инвестор, то я бы, конечно, в общем, ну, совершенно по-другому бы строил деятельность компании. Потому что мне инвестор бы не разрешал сейчас тратить деньги так, как я их трачу. А вот административный директор – это, по сути, системный аналитик получается? Или все-таки системный аналитик – это что-то? Другой? Значит, смотрите. Административный директор – это простой директор, у которого один бизнес-процесс. Ну, я не знаю, как в вашей компании, да? Но в обычной компании есть один бизнес-процесс. То есть мы купили доски, у нас есть некие workforces, да, рабочие силы, сбили эти доски, и у нас получили стулья. И нам эти стулья надо продать. А у нас, может, интернет-магазин, мы даже продажами не занимаемся, или у нас все закупили. Да? И вот он, наш процесс. Ну, кто инвесторит? Ну, у нас, как грубо говоря, схема стула, есть стуль, который мы уже... Ну, давай сейчас это отложим, и потом вернемся. То есть есть в этой схеме? Ну, просто, я думаю, конечно, сейчас об этом надо поговорить. Подробнее будет интересно. Да. Делаем схеме исполнителя. Кто? Исполнителя. Работа. Вот здесь вот. Давайте, знаете, как сделаем? То есть у меня есть еще одна часть про понятия и язык, как они формируются, да? А вот эту часть, которую я... Которую меня просил рассказать Илья, я, по сути дела, закончил рассказывать. Все, значит, у меня есть друг, он редактор газеты. Я к нему как-то пришел, и у него сидит женщина, значит, на приеме, у него стол, а он так редко бывает, он вообще компьютерами занимается, продает компьютеры, а у него момент встречи с клиентом, customer focus, как раз с потребителем, значит, а я такой зашел, а я вижу, что она сумасшедшая. То есть, ну вот, на самом деле, то есть есть люди, которые реально там сошли с ума, и они себя ведут, то есть она, например, там, ему что-то говорит, я уже не помню, что там, про, там, типа, а почему вот вы не печатаете, там, к примеру, про инопланетян, они ведь рядом с нами, там, ну и вот так вот, вот так вот начинается им разговаривать. Я захожу так ей за спину, говорю, слушай, ну типа, она дура, ты с ней не разговариваешь, то есть надо ее быстрее, у меня сейчас тебе важное дело, и мы сейчас это все обсудим, а ее давай быстрее, а он, значит, он такой вдохновленный, к нему пришел читатель, значит, он ей все объясняет, причем объясняет таким нормальным человеческим языком, очень логично, она нервничает из-за этого. И, значит, еще что-то у него спрашивает такое, ну типа, почему вы про инопланетян не печатаете, а он ей очень четко, вот железобетонно, аргументированно все это отвечает. И она тут попадает в ступор и говорит, минуточку, у меня с собой есть орфографические слова, здесь есть все слова, мне осталось их только составить в предложении. И, в принципе, любую работу, дипломную, диссертационную, курсовую, я иногда воспринимаю как слова, составленные в предложении. То есть вот большого труда слова составить в предложении обычно нет. Вот наполнит их смыслом в этом состоит, в общем, большая задача. Да, ну давайте я предлагаю следующий вопрос. Я, наверное, предлагаю, идет какой-то перерыв. Да, и перед чем начаться перерыв, я еще два слова скажу, а после этого, наверное, будет вторая счастья. Значит, зачем вот все это хозяйство, я просил у Максима, чтобы он написал, рассказал. Значит, с одной стороны, большая часть людей, которые здесь среди вас сидит, ну, наверное, сказать, ну, бред северка была, и так какой-то хренью занимаемся. Тут без еще раз кажутся вещи. Ну, наверное, может быть частично и право. Значит, но с другой стороны, последняя байка, она отражает один простой нюанс. Я не знаю, если до кого-то из вас дошло, то это будет очень хорошо. Да, если там процентов 10 понял, это уже круто. Если один процент, то тоже отлично. Значит, наверное, надеюсь, что хоть до кого-то доперло. Но по логике на сегодняшний момент, все технологии антологии на сегодняшний момент, вот я всю ночь, не всю ночь, он крайне там вчера час времени потратил на то, чтобы прочитать, наконец, ту бумагу, которая у меня составила антология, связанную с текущими продуктами, которые составляет антология. Это швейцарская компания и так далее. Плюс поизучал, параллельно, вот мне ребята в пятницу отдали по биржам, я еще поизучал вот такие вот там талмуды, там много тоже вопросов. Но, по сути дела, что делает Яндекс, Гугл и все остальные вещи? Они как таймбезумная бабка, без слов, составляет предложение. Они не понимают смысл. В этом вся проблема. То есть все аналитические системы на сегодняшний момент в мире, которые существуют, они делают следующее. Или они задают образ какой-то, то есть какие-то формулы, по которым 2 плюс 2 это 4 стандарта. Или непосредственно берут словарей и словарей пытаются создать. Да, я понимаю, что там два абсолютно разных подхода. Этот подход философский, который в основном сейчас заложен в программное сечение, в большинстве 95-99%. И это в основном заложена математика, лингвистика, логика и так далее. Философией, ну, наверное, кто-то и занимается, но это считается пределом, наверное, куклы. Почему я считаю, что технически можно попробовать что-то похожее реализовать на второй версии, как ведро, если получится. Не получится, еще раз сразу, с чего я начал. Мы опять вернемся к объектно-ориентированному. Объектно-ориентированному программированию и объекты, которые мы изначально как в базе записали, ну, это понятно, мы сделаем 100%, потому что весь мир, все программное сечение находится на объектах. Оно и так уже существует. То есть мы ничего не потеряем. Значит, ну, с другой стороны, если мы попробуем заложить в базе системы анализа данных, вот примерно и антологическую модель попробуем, попробуем коллекционировать не слова, а коллекционировать антологии, оцифровывать антологии, то я думаю, что есть небольшая шанс, что что-то давно появится, нечто новое. То есть если мы понимаем, как атом устроен, как из атомов создается стол, то это несколько другое, а не как из досок создается стол. Это две разные вещи. То есть теоретически здесь что-то есть. Второе, почему мне инфрицы подсказывают, что это будет сработать. Есть две вещи. Первая вещь. Как говорил старый герлер, самый главный вопрос в жизни звучит как? Где деньги? Так вот, отвечаю. Вот во всей этой хере, которая тут написана, ну, извиняюсь, не выражу, но полноте, вот она с вырули, вот, проект Силы Кобылы. Так она вообще логична все. Вот так вот, вот вся эта модель за последние 50 лет, она превратилась в деньги. Объясняю. Проект Сколково, Ренова, Росатом, еще куча крупных проектов, где люди используют данные модели, или часть из данных моделей, превращаются в деньги. Но они гуманитарные. Большая часть этих людей, они гуманитарные технологи. Они нихрена не понимают программного изучения. Большая часть этих людей. Кто-то мало понимает математики, кто-то понимает физики. Некоторые совмещены и так далее. Но тем не менее, все эти люди тупо делают для себя деньги. Можно посмотреть любого там, хоть Петра, хоть Алексеева, которого упоминали. Все вполне обеспеченные, вменяемые люди. Есть на Баксидесах, 600-х. У кого у всех все замечательно. Рулит, создают крупные корпорации и так далее. Тем не менее, значит, эта модель работает. То есть деньги тут есть. То есть если она работает, то уже не имеет смысла просто какую-то философию обсуждать, что она работает, не работает. А вторая часть, мало того, она развивается. То есть ничто другого на сегодняшний момент, ну что-то более логичного, при том с фундаментальной базой исследований с точки зрения философии, а это 50 лет развивалось, по крайней мере, я не видел. То есть если были какие-то другие алгоритмы, которые мы можем заложить, то было бы интересно. Но вот за последние, по крайней мере, 10 лет, сколько я, по крайней мере, там сталкивался, никаких других алгоритмов, которые более-менее описывают вещи, я, по крайней мере, не слышал. Большую часть, то, что на сегодняшний момент есть разное большое количество всяких там бизнес-тренеров и так далее, которые говорят, мы сплотим команду, эта команда там пойдет в серверок и так далее, все это смахивает на одну простую вещь. Народ собирает, вопрос сбрасывает, получится эта команда, не получится, хрен знает. В итоге большая часть вот этих вот всяких бизнес-тренеров, которые там знают, как заработать миллион, большая часть профанация. Ну понятно, как заработать. Вот они книжку пишут, миллион ее продали, вот миллион они заработали на налог. Вот и все. Нет, ну вообще есть уже работающие технологии со стройой списанной процесса, но сейчас кто-то идет. Как? Айдаст. Ну надо смотреть, потому что это же не претендует. Нет, ну я имею в виду, что есть просто альтернативные методики. Понятно. Все разумное, все одинаковое. Все, что касается разумное, то есть оно поменяется. То есть, я же не говорю, что вот это и есть истина в последнем этаже. Возможно, это один из. Но из того, что на сегодняшний момент я слышал, это, наверное, один из самых разумных способов. Ничего другого я пока не знаю. Если вы скажете, и он окажется более разумным. Ну поэтому мы сейчас там биржи изучаем. Ну в биржах там выяснилось, нет, у меня куча вопросов возникло. Вот пока там ребята изучали. Но до этого я не знал. Ну там, моя антология расширилась. Но тем не менее, если эту модель попробовать прописать на вторую версию, то результат конечный будет несколько другой. Мы будем понимать, почему он сказал слово А, а не слово Б. Это сложно, понимаете? Очень сложно. Придется создавать, по сути дела, свой антологический движок. Вот те движки, которые на сегодняшний момент на рынке есть, существуют. Ну вот, исходя из того, как он, как это? Онтас. Онтас. Ну это, по сути дела, ну даже сложно что-то описать. Да, он что-то делает, да, какие-то группы выделяет, да, еще какие-то элементы делает. На полной логике там нет смысла. Его смысл наполняет человек. Правильно? Вот и все. Это разница. Давайте тогда, там, какое-то время делаем перерыв, на сколько? На полчаса хватит? Ну нет, меньше. Давайте 15 минут сделаем перерыв, а потом дальше продолжаем. Так, это я с Савой. Сав. Привет. Ну я вторую часть планировал рассказывать про язык, поэтому кому нужно вот давайте эту штуку сфотографируйте сейчас, кто хочет, да? Значит, я даже могу показать пример. Возьму свой фотоаппарат сфотографируй, потому что я сейчас это сахожу. А на камеру это не снято? Ну посмотрите, там если на камеру снято, то снято. Да, она снято. А на камеру под углом, если так, то есть. Ну и, в общем, я планировал рассказывать про язык, и немножко еще, вот пару слов скажу, еще про эту тему, потому что у нас остается разговор, или мы можем потом, например, вернуться. Я про вот эти позиции. Ну просто пара ремарок, которые я не могу не сказать. Мне кажется, что всегда в любом бизнесе, в любом бизнесе, в итоге, вот в ситуации два, мы строим дом. Мы строим сообщество людей, которые будут жить в этом доме, пользоваться тем, что мы в этом доме считаем нужным. Мне кажется, времен Вавилонской башни, то есть, когда была общая игра, и башню строили все вместе, возникла ситуация, когда люди взяли и разошлись. То есть, возникли разные антологии. Маша сказал, я пойду играть с другими девочками. Петя сказал, я пойду со своими мальчиками играть сюда. И башни разрушены. И каждый раз, в любом бизнесе, любой архитектор пытается выстроить свою Вавилонскую башню. И пытается найти какую-то идею для своего бизнеса, которая позволит в эту башню заселить людей. Ну, в частности, мне кажется, Илья, например, нашел идею для своей башни и собирает в нее людей, которые пользуются сервисами госзакупок. Мне кажется, он бы вообще хотел, чтобы все люди, которые пользуются его сервисами, вашими сервисами, жили бы в одном месте, ходили бы вместе завтракать, хотели бы обедать, ходили бы ужинать. И это был бы идеальный город. Это тебе кажется. А? Это тебе кажется. А? Нет? Порези из-за намного. Вот. Но на самом деле это так, потому что если эти люди, ну, как бы, сейчас интернет позволил всем этим людям жить в вашем общем доме, который называется ваша система с Элдом, чуть, ну, удаленно. Но на самом деле если бы не было бы интернета, вот эта технология, ну, представьте, не было бы, и у вас у одних был бы доступ к анализу всех систем водозакупок. Хотите вы, не хотите, кажется мне это или нет, они бы приехали сюда со всей страны без интернета и жили бы здесь, потому что именно здесь они получали бы самую нужную себе информацию. Точно так же любая компания строит такой дом обувная, которая хочет, чтобы все ходили в ее ботинках. То есть это сообщество людей, которые пользуются ботинками. Ну и так далее. Ну, я просто хотел сказать, что каждый раз мы строим дом. Поэтому термин архитектор здесь не случайно. Значит, мне Саяна задала вопрос, типа, а что там правит без практики и так далее. Сейчас многие вот такие вот тренды управленческие очень четко видны в интернете. То есть я могу привести пример вот по этой позиции. Это сайт кофеин Starbucks, которые сделали сайт Starbucks Idea. И на этот сайт потребители, которые пьют кофе в кофейниках, стали присылать тысячи идей, как улучшить бизнес Starbucks. И считается, что Альфа-банк копировал эту идею, создал сайт Альфа-банк Идеи. Значит, если мы сейчас туда заходили, ну, вот я когда последний раз там был, там пять тысяч человек пользуются. И каждый день, каждую неделю они присылают предложение, как улучшить бизнес Альфа-банк. И понятно, что вот на этой позиции человек отбирает какие-то идеи и они вот так вот все вместе их обсуждают. она спрашивала, что такое кастом и фокус. Это работа с потребителями. То есть постоянно надо выяснять, а что нужно потребителям. Я тут был у ваших конкурентов в компании Интерфакс. У меня ощущение такое, что они сами архитекторы и сами смотрят на свой бизнес как потребители. То есть они считают, а вот нашим потребителям нужно было бы это. А я на их функциональную как бы смотрю структуру то, что они предлагают на интерфейс и думаю черт, отсюда половину бы убрать и было бы удобно работать. А так как у них работать очень неудобно. То есть я как человек, который должен пользоваться их сервисом смотрю на это. То есть я думаю вот здесь лишнее совершенно. Показывать мне то, что такой навороченный функционал не нужен. Поэтому я обращаю ваше внимание на то, что конечно служба работает с потребителем. И мне хотелось как бы сказать вот а как я использую ваш бизнес? То есть где я здесь? А я здесь вот эту схелку рисовал то есть на самом деле я вас использую как инструмент своих продаж. Вы мой отдел продаж. Когда ваш сервис госзакупок это мой отдел продаж. Вы мне показываете где у меня покупатель. Поэтому у меня вот здесь когда я продаю аналитический отдел системы селдер. Здесь у меня сидит еще аналитик с рефлексивной функцией который должен отобрать то, что там мне система показала. То есть вы мне автоматизируете поиск. я не должен всех обзванивать и говорить а вам нужны мои услуги а вам нужны мои товары. То есть вы мне вот это сказали то есть смотрите в моем отделе в моей структуре административного отдела вы выполняете функцию аналитика. значит ну и как бы вы должны понимать по-моему значит я здесь еще должен на вашу функцию аналитика настраивать еще свое рефлексивное я ее полностью взять не могу понятно что такое рефлексивное то есть я еще должен подумать вы мне то предложили или не то ну и для чего я это рассказываю для того чтобы во-первых сказать что в бизнесе сейчас во многих предприятиях вот эти рефлексивные функции они ушли ну во-первых атрофировались лучше так сказать атрофировались и аналитически когда у меня нет отдела который мне может сказать кому я продаю то есть значит у меня сидят продажники отдельно сидят отдел маркетинга вроде все понимают чем занимаются отдел маркетинга думают что продают продажники продажники думают что продают отдел маркетинга на самом деле директор там я не знаю или там замдиректор он сам всем продает а эти сидят потому что ну там делают анализ рынка знаете там обзванивают клиентов и так далее то есть по сути дела вот в той менеджеральной теории которая есть сейчас грабление на роли предприятия не приводит к эффекту деятельности к результату деятельности потому что вот на этой простой схеме видно как должен быть устроен бизнес то есть здесь один бизнес процесс если вы ну помимо там я не знаю помимо того что вы продаете аналитику для его закупки если у вас есть другой процесс который вот здесь на самом деле да ну его еще вот здесь вот так другой чертой рисуем что вы еще продаете то есть кто-то там корма для животных продает и еще там консервы то есть это другое консервы у него оптом закупают а корма для животных продают то есть об этом надо думать как что устроить ну соответственно как бы идеальным завершением ну там нашей встречи я бы считал чтобы Илья собрал какой-нибудь совет директоров распределил роли сказал а давайте подумаем какое у нас видение какая цель там час об этом подумаем причем ну в таком совете директоров заметьте эти роли могут меняться сегодня там ну допустим инвестор сидит на роли инвестора а потом а завтра мы сказали а давайте здесь пересядем теперь то есть вот на этом стуле инвестор остался но туда сядет вот эта девушка которая у нас допустим я не знаю продажами занимается или там собирала у нас всегда идти пусть она побудет в шкуре инвестора и так далее то есть здесь ну как бы пересаживание никакой проблемы нет наоборот это даст каждому почувствовать себя ответственным за общую цель дать что-то в команду если конечно есть общая антология ну на этом месте я хочу стереть вот эту схему и мы поговорим про язык мне хочется начать рассказывать анекдоты с такого неприличного достаточно только один мужик пришел священнику священнику будем считать католический да значит и говорит там знаете грешен хочу исповедоваться он говорит да пожалуйста он говорит летел в самолете симпатичная стюардесса она подмигнула я улыбнулся мы с ней скрылись от посторонних глаз знаете как она кричала слышал весь салон он говорит ну грех ну нужно там то-то-то сделать Бог простит он говорит да вы знаете я иудей по вероисповеданию он говорит а что вы мне тогда это рассказываете он говорит да я знаете я такой вот поудушевленный я сейчас всем это рассказываю вот и второй еще анекдот тоже вспоминается когда вы его наверняка знаете это когда значит один там сходил на оперу Каруза а другой у него спрашивает а как говорит Каруза поет он говорит слушай мне что-то вот это напел вчера ерунда на самом деле ну ну там сам он спел по телефону да ну в общем я вам сейчас начну рассказывать да потому что не могу не рассказывать я воинушевлен потому что я сейчас всем это рассказываю лекцию которую Петр Георгиев прочитал в пятницу значит и конечно я ее прочитаю вам или там перескажу гораздо хуже чем он поэтому я вам отошлю вас отошлю во-первых на сайт фонда Георгия Петровича Дровицкого ну вы там сами его в интернете найдете gpfond.ru и значит к работе Георгия Петровича которая называется знак и деятельность есть такой у него трехтонник знак и деятельность и там достаточно четко вот будет рассказано то более полно будет дано то что я собираюсь вам сказать предыдущая лекция лекция проходит раз в две недели была понятие и Петр Георгиевич значит ввел то что понятие ну то есть будем считать слово да как вы говорите факт возникает только в коммуникации то есть по сути дела только коммуникация позволяет нам договориться чашку считать чашкой монитор монитором системный блок системным блок то есть если вы видите системный блок в первый раз в жизни для вас это совершенно точно не системный блок вы не знаете как это называется поэтому только в коммуникации вы узнаете что эта штука называется системный блок вот сейчас выпускают такие маленькие устройства для компьютеров гораздо меньше чем системные блоки они такие очень компактные размером с книжку как они называются но они как системные блоки только меньше сманшета нет нет толпа мы сейчас узнали с вами новое слово нет топ я его узнал месяца полтора назад прочитал одна компания нам прислала праздные топы а до этого я знал что они называются типа баренбомы слышали такое слово нет? это маленькие системные блоки то есть смотрите у нас здесь столько ну человек сорок наверное да? и ну вот мы знаем что такое маленький системный блок это баренбом а теперь мы все узнали что маленький системный блок это баренбом а теперь эти баренбомы не выпускают а выпускают нет топа это такая штучка то есть вот она прям как книжка но такая же такие же функции у нее как у системного блока значит поэтому понятие о понятии возникает в коммуникации это первое второе о чем нам сказал Петр Георгиевич о том что он нарисовал такую схему значит есть некая ситуация вот в голове вот этого позиционера в соответствии он передает некое текстовое сообщение передает вот второму в некой ситуации и соответственно когда он передает он думает что он передает некий осмысленный текст то есть это та самая ситуация которая у вас то есть как текст должен быть осмыслен условно говоря машиной или вашим затем клиентом то есть вы же собираете тексты которые кем-то были когда-то переданы значит что такое этот текст то есть если вот этот говорит вот этому купи неттоп ну мы сейчас уже знаем что с вами что такое неттоп да а этот в соответствии со своей жизненной ситуацией не знает что такое неттоп и вот этот текст он всегда передается таким образом что второй его понимает неправильно ну не так как хотел передать первый то есть всегда есть ситуация разрыва понимания то есть нельзя сказать что бывает вообще в жизни хотя бы одна ситуация когда я вам что-то говорю и вы меня понимаете так же как я как то что я хочу сказать это всегда не так а как же в армии когда приказ отдается они ждут чтобы тот кто получил этот приказ повторил этот приказ в начале таким образом достигается снижение искажений при передаче информации ну в армии мы с вами знаем очень короткие приказы и очень короткие команды но наверняка и в армии бывают случаи когда приказы неправильно понимают подчинения ну и как и в обычной управленческой есть две позиции если вы в армии не даете приказ или даете неправильно то есть ну первое вы ничего не даете а второе там неправильно лучше дать неправильный приказ чем просто молчать потому что в противном случае получается у подчиненных непонятно что делать а раз непонятно что делать то там вот вся дискуссия ну а то все рушится ясно возвращаемся к технику то есть как у нас как нам легко донести до человека который получил это сообщение ему ну необходимо ну так будем считать что у него в голове вот эта схема есть то есть текст в котором есть у нас слово нет топ купи нет топ состоит из нескольких элементов ну во-первых это там слово купи оно достаточно однозначно должно приниматься во-вторых слово нет топ ну то есть надо как-то пойти в этимологию этого слова наверное посмотреть в интернете и так далее значит что такое нет топ то есть понять что если это топ может быть он стоит как-то в топ нет топ или десктоп то есть наверное десктоп и нет топ это родственные слова мы их найдем да то есть если мы сейчас думаем про машину как она должна искать она должна понять что десктопы и нет топы это однокоренные слова только десктоп это большой а нет топ поскольку у него есть функция подключения к интернету там маленький винчестер и так далее вот он служит вместо этого здорового десктопа средством подключения к интернету и в нет топе нет необходимости вот слишком много плат и всего остального держать вот проведя такую работу мы понимаем этимологию слова нет топ я вот начинаю понимать этимологию слова нет топ и достаточно однозначно начинаю воспринимать текст этого сообщения но с другой стороны если кто-то мне скажет что нет топ выглядит вот таким образом он вот такой и тебе надо его купить просто дешевый то я тоже восприму это совершенно однозначно я правильно пойму текст этого сообщения соответственно вывод главный который вам для своей работы надо сделать из моих вот этих умозаключений то что понятие и смысл текста появляется в ситуации деятельности и вне деятельности никаких смыслов нет то есть всегда легче указав на монитор сказать вот это монитор его надо купить а в тех коллективах которые работают слаженно кто-то может сказать слушай надо вот это купить и человек пойдет и купит то что нужно потому что слаженность работы в ситуации деятельности образовала те самые смыслы которые позволяют людям заниматься деятельностью и обсуждать что-то даже не называя слов соответственно значит у нас получается такая штука что смысл некого текста состоит из его значений и все это находится в ситуации деятельности ну то есть значения они состоят из отдельных элементов соответственно ну как я предполагаю если вы строите некую там антологию которая вам должна позволять осуществлять поезд вы можете в соответствии с теорией Георгия Петровича выделить типичные ситуации деятельности которые вы которые вы собираетесь заниматься вычленить венец элементов которые рождают значения и тогда именно это позволит вам создавать смысл идти не от объектов а от ситуации деятельности в которой эти объекты могут быть значит мы здесь рассматривали первую ситуацию когда человек не знает слова нет то ну то есть вот на этом месте может быть некий опять марсианин который вообще никогда не поймет текста переданного суда ну на самом деле это может быть и ваша машина которая тоже анализирует тексты обладает абсолютно нечеловеческим мышлением и анализировать эти тексты не способны то есть она их понимает ну как букву я не знаю или как что дальше у нас есть второй вариант этой позиции это исследователь который собирается дать собственное определение вот этому тексту то есть в этом случае он должен в этом тексте выделить элементы связанные с деятельностью со своей и придать им собственные значения ну и соответственно это будет происходить в контексте той деятельностью с которой он знаком так работает наше понимание чужих текстов чужих текстовых сообщений значит мы можем выделить так же вообще там конечно есть третья позиция когда вот мы как бы находимся внутри деятельности и снаружи и пытаемся организовать это понимание но я не буду сейчас сюда углубляться потому что вряд ли это что-то даст я расскажу про четвертую позицию которая условно называется языковед который может сделать конструктор значений и передать эти значения в качестве средств для понимания текстов соответственно эти значения все опять-таки будут развертываться в системе деятельности то есть я относясь к лекции Петра Георгиевича в пятничке и к вашей работе понимаю что у вас вот здесь есть марсианин машина которая ничего не понимает а вы тот самый языковед который этого марсианина должны научить передавшему средства для понимания средства для понимания которые являются значениями определенных фактов так вы их называете для того чтобы организовать понимание этого марсианина чтобы у него образовался смысл вот как-то так я для себя понял эту лекцию думая при этом о вас и кроме этого я бы хотел сказать что текст который нам передается помните я схему знаний рисовал человеческий мозг он такой очень гип он любой текст может заменить смысл то есть не тем смыслом который вкладывался первоначально а может заменить любым первоначальным смыслом ну то есть если вы мне скажете вы знаете у меня была ситуация я не знаю какой пример привести сейчас значит мы разбирали предыдущую схему на примере теории тоже менеджеральной то есть теории управления в которой использовался такой элемент базовый бизнес акселент и вот в бизнес экселент одна из таких позиций рефлексивных которые должны обсуждать деятельность предприятия она называется позиция стейкхолдера ну кто-нибудь может сказать что такое стейкхолдер кто такой стейкхолдер а? человек влияющий на деятельность в процессе ну да вот значит ну так скажем заинтересованное лицо да значит ну а еще кто-то может сказать кто такой стейкхолдер нет? ну хорошо можно так сказать да то есть смотрите как бы слово незнакомое для нас да вот мы сейчас в ситуации марсиальной кто такой стейкхолдер? у нас есть я говорю а еще у нас есть стейкхолдер значит вот коллега говорит это человек влияющий на процессе человек влияющий на процессе значит вы говорите это человек блокирующий решение ну я из своего предыдущего опыта знаю что стейкхолдер это лицо заинтересованное в процессе да то есть это как бы партнер такой значит ну я понимаю у меня-то в голове своя схема есть как должна быть устроена деятельность и я знаю что стейкхолдер это акционер они имели ввиду потому что стейк это доля холдер это владелец доли это акционер который готов обсуждать бизнес с позиции я вложил деньги имею долю в этом бизнесе это ну не противоречит вашему пониманию не противоречит вашему пониманию но если бы мы моделировали ситуацию вы человек которого заинтересован в процессе взяли бы из какого-нибудь отдела и посадили бы обсуждать вы бы посадили бы туда человек который может блокировать и мы бы выбрали на эту должность начальника службы безопасности потому что он у нас все может блокировать значит и мы бы не пришли к результату если бы мы не поняли что стейкхолдер это акционер и таким образом ну когда я вам это рассказал вы вот эти свои смыслы теперь можете заместить новым смыслом а обычно у нас текст замещается первоначальным смыслом то есть мы раньше знали кто такие стейкхолдеры мы вот так это понимаем и мы вот так восприняли текст значит это первоначальный смысл теперь чтобы у вас возник новый смысл и он заместился и им заместился первоначальник мы с вами организовали ситуацию понимания мы будем считать что вы ее сами организовали то есть вы прочитали текст увидели слово стейкхолдер подумали что это наверное человек который может блокировать решение но у вас организовано ну поняли это значит у вас возникла ситуация понимания ну на этом можно остановиться значит смотрите что происходит там с яндексом яндекс видит текст распознает его и грубо говоря понимает мы ему вводим что-то и он не ранжируя вне контекста деятельности нам выводят в топ те ссылки в которых есть эти слова независимо от их смысла ну мы что-то ищем одно а у нас выходят слова с разными смыслами и мы уже сами должны провести эту работу какой смысл он нам нужен где я правильно понимаю задачу вашего поиска сейчас по сути дело можно только замечать я хочу понять что когда мы делаем эту схему громадным количеством параметров то она подстраивалась под того конкретного человека кто является пользователем если я являюсь контролером то мне интересуется что она покажет с точки зрения контроля если я являюсь продавцом как поставщик то продавец стулья то он понимает то что я именно это продаю и это как влияет на мой бизнес на такие позиции может быть большое количество с одной стороны количество товара работы услуг у нас громадное количество то то же компания занимается юридическими услугами при том юридическими услугами спектр такой большой а тебе нужно конкретно узкий спектр специализированный и плюс еще конкретно клиенты тебе нужно специфические которые есть куча параметров в итоге машина по логике должна я одежду одеваю она под меня но самое лучшее это как фантастический фильм есть одежду одежду одеваю она автоматически принимает твое тело то же самое программа должна принимать твое тело именно исходя из твоих задач потребностей ну смотрите я честно не знаю как эту задачу решить но я вам расскажу как устроено понимание как устроено как это все происходит с языком как в конце концов отдельные индивиды могут подгонять эту одежду по своим порядкам значит смотрите ситуация обычная человек что-то услышал и так понял ну то есть да все нормально понятно что в армии это значит там все приказы понимаются и исполняются а на работе как то есть ты сказал подчиненному сделай то и он это делает неделю подожди а почему ты делаешь это неделю ну вы мне сказали я сейчас вот эту работу не но я тебе сказал сейчас ты должен был это сделать сразу я знаю как это устроено это должно быть готово через 5 минут не но я думал что вам не срочно то есть он вложил в это понимание того что это нужно не срочно то есть а ты разве говорил что это нужно не срочно когда ты давал задание нет не говорил это он смысл в это вложил а ну есть другие вещи то есть ну мы можем даже сказать мы создали отдел маркетинга ты будешь начальником отдела маркетинга значит ну да Да, вот с маркетингом и с маркетингом, это такая ситуация, я принципиально против маркетинга и маркетинга, потому что за 10 лет или за 20, пока эта понятия существует, они даже не договорились, где ударения стали. Как это можно использовать в повседневной жизни. И ему говорят, ты будешь начальником, он говорит, да, а что надо делать? Ну что ты знаешь, что маркетинг, ты же в университете учился, и он изучает. А ему потом говорят, а почему ты не продаешь? Он говорит, ну, как бы маркетинг, он же не продает, он же изучает. А что ты изучаешь? Я вот это изучаю. А это ты изучаешь? Нет. А почему? Ну я думал, вот у меня же есть смысл этого слова маркетинга. Я это понял так, что это вот это маркетинг. То есть человек не отнесся рефлексивно к тексту, да? То есть когда мы, разбирая ситуацию со стелк-холдером, заглянули в словарь и посмотрели, какие еще есть значения этого слова, заглянули в этимологию этого слова, посмотрели, что есть слово стейк, есть слово холдер, что это владелец доли, что так называются акционеры, а это в Википедии написано. Что мы организовали рефлексию. рефлексию этого слова, и у нас появился вторичный смысл. И мы этим вторичным смыслом... Стоп, стоп, стоп. Да. То есть если я тебя правильно принимаю, то это наталкивает на одну простую вещь. То у каждого слова у нас есть ноль, десятки, сотни, значения. Такое-то значение, оно может превалировать в той или иной контексте. А в ситуации действий. Да. В этом случае нам необходимо несколько раз проверять. То есть мы вроде было понедлили изначально, а значение, правильно? Но после этого у нас машина показала еще не значение того же самого слова. Тогда мы смотрим, что находилось то и после. Чтобы понять... Да, конкретно. Но заново вылазим, если в случае конкретно у нас что-то не то, то мы заново вылазим, какие были еще значения этого слова. Вы такое делали, наверное? А не какого-то? Да. Это мы среди строения должны подразумевывать. Нет, да, я не смотрю. О том, что вот этот акционер, он же и вето обладает. То есть это дополнительные знания. Выглядит подачку больше математикам или лингвистам? То есть смотрите. Смотрите. То есть если я правильно понял, к чему нас это может привести? Я не знаю. Реализуем или теоретически это делаем. Определили мы слово. Сделали запрос и поняли, что это слово еще опять значительно. Какой-то контекст его там. Давай вот я облог схемы, а потом уже там можно пример куда-нибудь сделать. Дальше в определенный момент мы понимаем, что это слово именно контекст 2. Ну почему-то мы выбрали, потому что она большей части всего упоминается. Но с одной стороны мы на этом вроде бы могли остановиться. Ну и наверное сейчас мы так и делаем. Мы останавливаемся на этом. То есть мы определили, что это... Теперь мы начинаем анализировать дальше текст. Мы начинаем анализировать текст до и после. Притом у каждого этих слов может быть также в свое время им вариантов. Несколько слов и вариантов. Дальше мы понимаем, что здесь вероятность 2, здесь вероятность 1. Но на то происходит еще макет, что при вероятности 2 и 1 здесь именно 3, а не 2. Можно на совместном считать. Нельзя отдельно для слова выявить. Она как раз совместно решает. То есть либо предложение, когда можно понять, вообще связать эти слова, либо нельзя. То есть она не поделена. Вместе только. Продолжение либо тех, кто анализирует, тогда это решается. Эта штука называется релевантность. Релевантность. Процентное попадание нужно требовать. Хорошо, Илья, а что делать в случае с маркесом или маркесом? Когда приз... Нет, нет, подожди, я сейчас пытаюсь для себя понять. Я не говорю, что он там. Я пытаюсь для себя понять. То есть в этом случае у нас должно быть большое количество полных ситуаций, которые должны быть. Притом, одно и то же, ну, там самый простой пример, это вот на столкновении 1, 2, 3, 4. Я помню, что в школе баловалась в такую вещь, что ты берёшь стих варенье, одна из них в сыровые зимние поры, я их слышал, там был с ним ворог. Потом ты берёшь это стих варенье, фон ТЛЦ, фон ТЛВ, загоняешь его в хром, он тебе даёт английский вариант. После этого ты берёшь этот же самый английский вариант, загоняешь в хром, и он тебе даёт такую хрень. Однажды я вышел, там была акция, акция там вверх пошла. Что-нибудь в таком духе. Потом довольно-таки забавная игра, можно там так же бесконечности гнать. Потом, если мы несколько раз туда-сюда перегнали, у нас смысл в определенном моменте теряется полностью, и становится бредятемым. Я говорю по поводу того, что даться ли нам когда-нибудь, то есть непонятно как, чтобы он не терял смысл, определять смысл. Но в этом случае нам нужны не только слова в хрене, а уже готовые предложения. Понятно. Вообще уже давно мы с словосочетанием перешли. Словосочетание трудовой системы. Андрей, я понимаю, словосочетания это тоже не то. Я, если по предложениям или по абзацам сделать, у тебя столько техники не будет никогда. Я понимаю. Поэтому, собственно, ограничить словами с тематами. Вопрос заключается в другом, что пока столько техники. Ну, то есть, понимаешь, что... То есть, сейчас... Слово выдирать никогда нельзя. Нет, я понимаю. Но опять же, я понимаю, что решение этой задачи, у нас мы сталкиваемся с двумя вещами. Первое, это хранение данных. Это большие объемы. Второе, это скорость процесса. Ну, скорость процесса. Да. То есть, да, если экономили вы по данным, либо по прежнему. Да. Смотри. Такая задача решать следующим способом. Обычно я вот поскольку читал, это просто много проходностью. Нет, да. То есть, сначала оценятся слова, потом оценится словосочетание, потом оценится... Но много проходностью мы и сейчас занимаемся. Это я изначально говорю. Я имею в виду, там уже не один, не два прохода, а десятки раз, сотни раз. Это понятно. Понятно. Я в поводу этого говорю, в поводу много проходности еще в самом начале. Когда я говорю, что, наверное, полгода тому назад или год, что мы берем текст, и каждый раз, когда у вас появляются новые знания, мы начинаем старые тексты прогонять, и появляются новые индексы при выявлении объекта. Не совсем так. А? Я имею в виду даже, вот зная, что в этом куске информации находится какая-то динамическая информация, для выявления смыслов приходится пространить несколько раз. Но теоретически, если мы постоянно будем индексировать, то мы постоянно будем выявлять что-то новое. Мы не сможем обитать индекс, но мы хватит местным. Мы только снова можем полностью проанализировать еще раз это. Подожди, еще раз. Давай забудь, что место тебя... Представь, что нет проблем с местом. Значит, она уже становится более-менее... Единственное время смыслов. Остановка меняется совсем. Где-то яйца данные храню, используют при заведении шмонами. Ты их хранишь? Мы всегда храним. Мы всегда храним. Мы заложим всегда храним. Все храним. Мы всегда храним. Я понимаю. Дико мы по-новому переобрабатываем. В некоторых случаях алгоритм проще питать именно таким образом, что мы... Нам не надо вообще. Сейчас, стоп. Нам надо как надо. Скорее жертву. Я все-таки заставил на том, что если мы это вот будем, мы, наверное, реагуем, то выкинете и решите, что у нас нету в порядке места для хранения. То есть у вас нет ограничений в хранении. Пускай будут там десятки серверов, сотни серверов и так далее, но тем не менее это позволит решить по-другому. Потому что я как понимаю сейчас и Яндекс, и Гугл они не хранят окончательно все на долгое время. Наоборот, они это расхранят. Они пошли именно этим путем. То есть, например, способ, который они реализуют для контекстного поиска, это запросы, которые должны стать из одного слова, а из нескольких. Они сами поисковой машине принимают решение, какие слова вообще не надо искать. Например, там, предлоги или там стою и так далее. Если существует специальный язык поискового запроса, где можно им отправлять, например, какое слово должно быть обязательно, именно в этой форме, какого слова принципиально не должно быть. И данный набор операций позволяет быстро по вот именно уже сохраненному массиву данных искать. Как раз этот способ. По крайней мере, там даже ссылка появляется из сохраненной копии. Ну, Яндекс стоит. В общем, однозначно мы храним все. Коллеги, значит, я возвращаюсь. Ну, хочется меня даже продолжить тем, что было в начале лекции. Напомню, лекция называлась «Язык как знаковая система особого рода». То есть лекция была про язык. И, по сути дела, Петр Георгиевич в самом начале лекции сказал о том, чтобы до сих пор нет ответа на вопрос, что такое язык. Поэтому, ну так, пытаться подойти наскоком к языку, даже имея такой серьезный аппарат средств, невозможно. Потому что дальше у нас после рефлексии про стейкхолдеры, в общем, даже если мы посмотрели в словаре, что это такое, дальше мы этим словом можем оперировать, но я могу его сто пятьдесят раз сказать для аудитории «стейкхолдер», 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 «стейкхолдер». То есть его привязать к своей деятельности никакой нельзя. Поэтому дальше у нас может идти только коммуникация. То есть дальше мы этот объект, который мы в свой язык ввели, мы можем определять только через коммуникацию. И в коммуникации вообще следить, он у нас исчезнет из речи или останется. Может быть, мы слово «стейкхолдер» больше не будем говорить. Может, мы будем говорить «акционер», а может, мы будем говорить «владелец-залей», а может, мы будем говорить «ревизор», потому что нам в той схеме нужно дальше, чтобы использовалась его контрольно-ревизионная функция, как тратятся его деньги. И, по сути дела, дальнейшая коммуникация будет определять значение слова. То есть есть же примеры того, как слова имели одни значения, потом получили другие значения. Как это меняется? Это меняется в коммуникации между людьми. Ну, я, как это, очень отстраненно отнесусь к тому, чем вы занимаетесь. Мне кажется, до этого понимания и до этой рефлексивной функции в своей модели поиска немножко дошла нигма. Когда она предлагает рядом с результатами некое облако, где можно выбрать, в какой деятельности используется это слово. То есть там связано ли это слово, грубо говоря, с театром, или с математикой, или с физикой. То есть вот она определяет деятельности, в которых это слово используется. И можно нажать на это облако, и действительно заново всё отранжируется там, где театр, или что-то ещё. Этим мы тоже занимаемся. Нет, ну я просто говорю, что я так понимаю, что до этой модели дошли нигма. До той модели, которая позволяет в коммуникации уточнить, в какой именно деятельности это слово используется, ну вот действительно до этого не дошёл никто. Ну и я думаю, что как-то даже можно двинуться что-ли в эту сторону. Ну, понимая, как одежда принимает форму тела человека, наверное, можно это смоделировать в каком-то сорте. Можно опять копейся, так? Оставные дошли, но только при этом используется очень узкие антологии. Либо одежда, либо, например, я знаю чётко, есть магазин детских игрушек, где на ваш запрос показываются дальнейшие варианты вашего запроса. Например, возраст ребёнка, его пол. То есть интерактивное такое общение в поисковике, оно есть уже. Смысл заключается, ну вернее смысл, сложный заключается в том, что группные поисковики не заинтересованы в узких антологиях. А обобщить это невозможно. Ну всё правильно. Единственное, что у меня вот здесь ещё нарисовано, то есть откуда берётся первоначальный смысл? Он берётся из антических представлений. То есть это ещё не антология как таковая, а то есть это набор антиц. То есть набор представлений о том, как устроен мир. Да, и правильно, то есть допустим, то, что относится к миру детских игрушек, ну а писать достаточно просто, к нему относятся очень мало вещей. Или к чему-то ещё по отдельности. То есть можно собрать некие артические представления. Всю антологию, наверное, описать очень тяжело, поэтому как только появляются чужие артические представления, тогда нельзя оперировать только одним первоначальным смыслом. То есть обязательно для организации понимания нужно выходить в рефлексию, а лучше устраивать коммуникацию, то есть правильно ли я это слово понимаю или использую. То есть ты когда говоришь не стейкхолдер, ты имеешь в виду вот то, что я сейчас понял или что-то другое. Ну вот так. Максим, а вот вопрос для тебя. А вот на твой взгляд мы проанализировали с коллегами, какие на сегодняшний момент есть продукты связок с антологией. В лучшем случае это некий программный продукт, который позволяет человеку самому с помощью каких-то слов собрать или связки и так далее, показать и нарисать какие-то графы на сегодняшний момент. Ну это какие-то взаимодействия с этими графами. А по логике мы можем, вот если заложить модель, которую сейчас Т описывал и модель, которая написана за книжку у Кирея Георгиевича, заложить некий новый программный продукт, который будет оцифровывать антологию. Сейчас объясню. То есть по сути дела библиотека антологии, оцифрованного, ну с учетом разных языков, значений и так далее, позволит нам использовать это в наших мешках. То есть в этом случае что происходит? Сейчас у нас, как я понимаю, есть некие словари, которые по сути дела при анализе текста делают запросы в эти словари и вытаскивают. Но словари это не антология. Словари это набор слов с какими-то правилами. Жиши пишут буквы и так далее. А тут он помимо этих словарей будет обращаться как бы в два формата. Первый, он сначала обращается к словаре, чтобы понимать, что это такое. А второй обращается еще к антологии, тогда понимает смысл. При том, чем больше становится антологии, а антологии могут в свое время, ну понятно, расти. То есть если механизм заложить, который ты описал в предыдущем тексте, ну плюс еще это, то теоретически, я считаю, теоретически, я не знаю как это на практике, теоретически может сложиться модель, когда у нас будет постоянно пополняться антология. Ну там количество обезьян у нас с этим вопросов нет. Там нужно будет 100 человек, будет 100 человек, нужно там 300 человек. Отлично, будет 300 человек работать, которые постепенно, рано или поздно, приведут к тому, что количество антологий будет постоянно растечь. С учетом того, что антология, она живое существо, то оно будет постоянно меняться. Ну дальше возникает вопрос, конечно, уже внутри. То есть наложение антологий, сравнение, ну и так далее. В итоге мы можем, то есть по логике, начать оцепровку антологии и на основании антологии делать систему поиска и анализа. Ну как вот я тебя понял? Значит, я думаю, что для того, чтобы сделать такой продукт и вообще так описать мир, как ты предлагаешь, придется, наверное, в качестве гипотезы использовать то, что есть некие системы деятельности, которые описываются языком, и одни системы деятельности находятся в других системах деятельности. То есть есть некие системы деятельности, которые управляют другими деятельностями. Если мы эти системы деятельности выделим, ну там, грубо говоря, математика управляет физикой, химией, некоторыми другими науками. Еще чем-то. Математика базовая. Или там, например, есть некие системы управления, которые там, ну там, государственного управления. То есть вот на предыдущей схеме я же не рассказал о том, что цель может задаваться не только антологией, ты сам для себя решаешь мыть тебе посуду или не мыть. А еще же мама может сказать, мой посуду по утрам, и ты будешь мыть, потому что тебе цель задал другой человек, и ты находишься в системе деятельности других. То есть если набраться окаянства и попробовать представить себе, как устроен мир на самом деле, и кто кем управляет в этих системах деятельности, откуда кто берет какие цели, тогда мы эти системы деятельности сможем построить. Но не факт, что это вообще подвластно человеку. Это просто философия, чем упрограммировать. Понятно, что вот так вот философия. Я же говорил, что философия должна быть на службу у народного хозяина. Тогда давай я расскажу, качество диску. У нас уже, наверное, часть лекции закончилась. У нас уже, наверное, такая дискуссия. То есть если кто-то готов подсоединить при дискуссии, то это будет подключать. Это как бы личная дискуссия. Это вот один из методов общения. То есть я вот понимаю, что теоретически это возможно, задача слишком большая и имеет решение бесконечности, плюс-минус. Ну нет, ну мы же говорили о том, что есть набор определенных жизненных ситуаций у человека. Отлично, хорошо. И там не меняется. Понятно. Значит, задача небольшая. Да, тогда нет. Но она специально расширяется. С учетом того, что нам все равно больше, больше, больше новых знаний и так далее. У нас дисциплина заключается в том, чтобы не расширять. Потому что язык... Почему язык? Потому что он каждому объекту дает название. Нет. А вот здесь вот я не согласен. По одной простой причине. Если у нас система не будет саморасширяемая, то она конечная. Нет. Самообучаемая. Нет. Она самоуглубляемая должна. Да. То есть, ну... С учетом того, что появляется... Ну, как... Что-то новое. А с какого критерия ты начинаешь ее решить? А у тебя вопрос с чего, значит? То есть, вопрос... То есть, мы... Ну, предположим, самый простой пример. Мы возьмем то, что ближе нам. Возьмем нам коммерсанта, который кому-то что-то продает, и начнем его антологию описывать. Ну, сначала... Который продает товар. Ну, товар можно описать, понятно. Не тот, который услуги или работа, а именно товар, предположим. И описание... А дальше еще ближе. То есть, описание антологии производить для того же самого столовка. Ну, как и самый простой пример. И дальше начинаем. Но я понимаю, что в мире, вот предположим, это мир, то вот этот мужик, который со столами занимается, его антология, вот такая вот маленькая часть. Притом, мы не знаем, он вот здесь... Ну, у него очень ограниченный комический систем деятельности. Понятно. Понятно. В итоге, получается, нам ее придется доращивать. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот. В определенный момент... Потому что его антология оказывается в определенный момент, если мы поймем, что она входит еще в что-то. Или наоборот. А его антология делится еще на кучу под мелких антологий. Или он завязан на какую-то часть и так далее. То есть, это очень сложный процесс, который придется описывать. Притом, каким образом его антология? Или с точки зрения иерархии? Или с точки зрения? Мы не можем сказать, сложный он или нет, до тех пор, по крайней мере, ни на очки не думаем. Нет, я понимаю. Но вопрос это получается, каким языком мы можем его писать. То есть, с точки зрения цифр, если, как я считаю, вот только две недели тому назад, когда мы с тобой пообщались, с точки зрения, что это блок-схема, уже легче. Это не философия в чистом виде. Потому что, если была эта философия в чистом виде, то вообще, мы бы только с вами поразговаривали, философствовали, ну, вот, там, бытие, небытие, как это в цифре корректируется. Если это уже блок-схема, то, по сути дела, мы можем в цифрах корректируем. Это да. Значит, вопрос как? Теперь следующий момент. А если мы можем описать это в цифрах и можем создать структуру, ну, с правилами какими-то, ну, тут есть еще несколько моментов. Первый момент – это язык. Объясняю в чем. Значит, гентальность и различная антология двух разных людей с разными языками. То есть, мы сейчас, там, 99% говорим на русском, ну, еще какой-то процент говорим на нестандартном русском, а еще кто-то говорит, наверное, на некоторых других языках. Понятно. Ну, если мы приедем, например, в Испанию, там количество, кто говорит на русском, оно абсолютно, и какие-то значения, и их антологии абсолютно расходятся с нашими. Ну, например, там, в Юго-Восточной Азии, там, едят мышей, там, летучих. Ну, у нас там, ну, большинство в виде экзотики. А у них стандартно. То есть, она никак не вписывается здесь. Вписывается она замечательно. Ну, ты делал. Мы прекрасно понимаем, что они едят мышей, которые мы так же можем ездить разными языками. Да, и переход сделать. А то, что ты говоришь... При каких условиях мы тоже их съедим. Не, я знаю, анекдот про этот баран. Баран, да. Да? Классный анекдот про баран. Значит, тут... А, паришака. Я тебе рассказывал. Да, ну, кто не знает, паришака анекдот такой. Есть у нас один сотрудник. Большой человек. Он, значит... Рассказывал. Поехали в Кавказ. Вот я, наверное, в горах. Товарищи. Там, с Кавказской внешностью. Вот он. Выпилили. Решили мы им анекдоты рассказать. Часть наших, часть людей с гор. Он говорит, приезжает инспектор в школу. Он начинает проверять школу. В общем, все проверил. Все замечательно. Пишет результат. Что все замечательно. И учебный процесс. И классы. И ученики. И успеваемость. Хочет подписывать это постановление. Смотрит в окно. А там, значит, такая страшная картина. Ишак стоит. И дети. В очередь за ишаком. И, извиняюсь за внимание. И дети ишака трахают. По очереди. Один. Второй. Он в шоке вызывает. Директора. За очередь. Член. Говорит. Это что такое? У вас идеальная школа. Все идеально. И как это вообще понять можно? Вот. Дети ишака трахают. На полянке. В очередь. А вот директор говорит. А ишак какой? Белый или серый? Серый. Так это нормально. Это детский ишак. Понятно. Вот это вот антология. Первая. Часть анекдота. Вторая часть анекдота. Часть людей не засмеялся. Наши стандартные реакции. Хи-хи. И они говорят. А мы не поняли. А в чем смех? Какой детский? Какой не детский? Непонятно. Все говорят. Ну как же. Вот там. Детский ишак. Не детский. Дети. У нас логики не укладывают. Ну у нас все нормально. У нас отношения к женщин есть тут другое. А я вам сказал. Вот если женщина идет по горной тропке. То мужчины от нее отворачиваются. Женщины от нее отворачиваются. Они проходят. Только когда происходит там брак. То есть тогда у них какие-то там начинаются между собой отношения. Но это все равно большая часть того. А до этого времени. Ну чего. Как мужчины. Они говорят. Вот ишака нашел. Как нормальный ишак. Все равно еще. То есть для них ишак. Это там стандартная антология. Ничего тут такого страшного нету для них. Для нас это неприемлемо. А для них приемлемо. То есть вот получается конфликт антологии. Для антологии. Вот это все. То что ты говорил по деятельности. Пересекающиеся облака. Обыкновенно пересекающиеся облака. То есть ишак он пересекающиеся облака. Да. Да. Что в некоторых моментах это будет как сексуальное это насилие скажем так для нас. А там будет это нормально. А для ишака это будет в отношениях. Получается. В цехах. Нет. Нет. Может быть сейчас пытаетесь решать некую такую мега задачу. Ну которую вот решает вот этот сейчас супер компьютер Ватсон который IBM изобрела. Там и построил. Кто нибудь слышал о нем? Нет. Смотри. Объясню о чем мы пытаемся решить. Я пытаюсь понять следующий образ. Если поставить слишком небольшую задачу. Ну маленькую. Ну ее легко решить. То есть по логике каждую задачу по отдельности мы ее решить можем или есть уже решить. Там есть система которая позволяет антологию сделать. Ну наверное есть. Есть система поисковая. Да. Есть. Есть системы которые по госзаказу данные показывают. Есть. Есть система отдельная скоринга. Да. Они тоже есть. Есть библиотеки системы переводчика. Да. Они есть. И все это. Куча разных программных продуктов которые они есть. Но вместе вот это вот там все хозяйство его нет. То есть самое как вот взять самолет Boeing какой-нибудь самый последний Dreamliner. значит по отдельности есть все. Есть металл. Ты можешь взять металл. Отдельно есть кресло тоже есть. Но вот всего самолета чтобы он с такими качествами с такой характеристикой его летал его не существует. Исходя из этого я как инженер я хочу создать такой самолет. Если бы я поставил слишком низкую планку то по сути дела она недостижима. Эта задача частично теоретически она решаема. Теоретически. Ну это же не факт что самолет такого нет. Вот захотели люди еще сделали. Полетел самолет. Использует сам современная технология. Вот то же самое и здесь. Мы прекрасно понимаем как кресло можно сделать на самый лучший. Отлично. Мы поняли. Мы прекрасно понимаем как можно сделать самую классную проводку. Как электронную начинку. Вот теперь вопрос. Все это хозяйство. Но если мы не будем понимать основные аэродинамические функции. Наш самолет никогда не полетел. Вот я хочу понять основные аэродинамические функции чтобы потом собрать самолет и чтобы он полетел. Ну вот ты когда упомянул слово инженер я нашел в лекции что я записал что вот языковед это как раз инженер. Он должен дать средства адекватные для понимания значений. и для появления смысла в тексте. То есть не потому что он инженер, а потому что он инженер. Потому что он должен создать конструктор значений из которых берется смысл. То есть смысл, да? Что это все равно какое-то слово. То есть смысл, да? То есть смысл, да? Обобщем. Обобщем. Обязать каким-то словом, да? Мало того, что это слово является частью языка, да? И несет какое-то значение само по себе, кроме смысла. Есть еще и категория. То есть для тебя слово стол будет одно означает. Для меня это другое, да? Для Вова это третье. Ну, в основном, как бы, ну, слово стол мы втроем хорошо поймем. Потому что, ну, мы можем показать. Вот этот стол мы можем поговорить. По поводу онтологии. Потрогать его. То есть один рассматривать стол как какой-то продукт. То, на чем сидят. То, на чем едят. То, за чем сидят. Да, да. Вот он не за этого. Хорошо. Смотри. Теперь несколько назад вернемся. Я хочу вернуться ко второй версии, которую мы, там, месяц тому назад я впервые сделал концепт. Ну, примерно, обретал, что оно должно быть. И вот на той неделе я получил первый блок схемы. Ну, то есть вот такая вот большая глобальная конструкция, которая появилась. Сегодня, я думаю, мы, наверное, посидим с архитектором, просмотрим, какие задачи у нас уже готовы, какие не готовы, где связь и так далее. Что я хотел в начале, когда Максим вот это все рассказывал. Я хотел одну простую вещь. Я хотел попробовать то, что говорит Максим, заложить в основу вот этого информационного пространства, с этой вселенной, которая есть. Если мы понимаем, как А там происходит. Значит, что я сейчас понимаю. Я сейчас понимаю, что А в чистом виде, вот которое она есть, мы ее с надеждой сейчас заложить не сможем. По одной простой причине, это просто удорожит и утяжелит нашу разработку основную, ну, как минимум, на еще пару лет. Но, если взять отдельно языковеда, как говорит Максим, то фактически я вижу одну. То есть мы архитектуру оставляем, которая у нас есть, то есть версия 2 ноты. Но блок, который связан с языками, мы делаем развилку. Она начинает делать инструмент, который будет называться описание онтологии. И попробовать туда отписать то, что говорит Максим. То есть заложить туда. Это значит, что вероятнее всего третья архитектура, то есть версия 3 ноты, то есть помимо графических интерфейсов, она должна будет переписана все ядро. Я не знаю, как это сейчас, это очень сложно. Она должна быть переделана на аналогический движок. А версии 2 ноты мы будем участвовать? Да. В наимосредственной версии 2 ноты вы будете участвовать, с учетом того, что там появляется текст, анализ текста, выдача новостей, привязка этих новостей объектом и так далее. Но мы не сможем на сегодняшний момент, потому что сами еще в ходе обсуждения я до конца нескольких вещей не понимаю. Максим Троек частично, хотя это там очень интересно, но какие-то вещи тоже как бы это сложно. Значит, если мы просто не будем там инвестировать, то есть мы не создадим. Но без создания этой онтологии 2 вещи я точно понимаю. Первая вещь. Нам необходимо создать онтологический движок, и самое лучшее взять методологию, которая сейчас уже есть на базе Щедровицкого и все остальное, и заложить туда. Второе. Нам необходимо накопить какое-то количество икс-антологий, и понять, как они будут строиться, как мы их будем закладывать. То есть у нас должно быть, кажется, библиотека онтологии. Для этого нужно время. Время явно нам не месяц, не два. В лучшем случае, наверное, от полгода до года, чтобы почерп первого произвелся у нас. Это по срокам. Значит, это продукт, который будет параллельно развиваться с этими вещами. Какую-то часть мы будем использовать во второй версии. Но вторая версия будет пока полностью объектная, со свойствами и так далее, с финкроюристическими элементами, с анализом и так далее. Вот третья версия, она будет уже тогда переведена полностью на онтологический движок только так. Потому что сейчас, если мы начнем сразу в лоб делать на онтологическом движке, у нас просто нет даже ни одной цифрованной онтологии. Это будет убийство. То есть мы просто потеряем время на... Я так понимаю, что вы, например, сами познакомились уже с вариантами создания онтологии инженерных, которые сводятся к тому, чтобы заново переписать, например, все детали для строительства атомных надлодных плодов, небоскребов и всего остального. То есть как бы оцифровать и заложить элементы материального мира в какую-то некую базу данных. Взаимодействие элементов, не только сами элементы. Ну, значит, во-первых, сами элементы, потому что их очень много. Каждый. А во-вторых, значит, их взаимодействие. Но что это значит? Это значит, что мы должны заложить туда все пуговицы. Вот у меня одни не нужны. Там у девушки одни, у Ильи другие. У Тимура третья. Мы туда должны написать, какие бывают пуговицы. Белые там, значит, черные, четыре дырочки, там еще. То есть вложить в компьютер всю бесконечность нашего материального мира. То есть вот я понимаю вот такую задачу именно так. Вот мира причем вещей. Соответственно, там, где мы напишем мир вещей, мы должны будем описать мир понятий. Все кружки, они же разные, да? Нам ведь не достаточно будет одной кружки. Они разные, эти кружки. Все кирпичи этого здания. И я боюсь, что мы не можем переписать заново весь мир. Ну, записать его заново. Бежок ставится на модель, а уже ее специфические параметры выдается, так сказать, от любви. Ну, я думаю, что в более продвинутой версии этой антологии там будет миллион кружек. Понятие сущность кружка есть, а вот взять другое дело... Не, ну почему? Ну, вот она металлическая бывает, с пластмассовой ручкой. Это уже экземпляр называется. Я, вот, все правильно. Вот я думаю, что в этих инженерных антологиях должны дойти до отдельных экземпляров. Иначе она постоянно будет казаться неполной. В чем, насколько я понимаю, эвристичность вот этого подхода? В том, что не нужно расписывать каждый отдельный экземпляр. Ведь вот ту схему, которую я рисовал с рефлексивным слоем по поводу управления риском. Там шесть позиций. В принципе, можно уложить в три. Можно уложить вообще в одну. Но расписать их. В САПе... САП, вы знаете, да, решение для бизнеса. Значит, в САПе я видел десятки расписанных позиций, которые надо помещать в рефлексивный слой. У них этих позиций десятки. Значит, с чем удобнее работать? С экземплярами материального мира и с экземплярами понятий языка. Или не то, что с группами, а со схемами и категориями, по сути дела, с идеальными объектами. Конечно, со схемами. Никто про язык не рассказал никогда вот на одном листе. То есть про язык вот такие книжки написаны. Здесь, в этой схеме, видно откуда берется понятие языка. Что такое язык. Хотя бы приблизить. Конечно, надо дальше читать Георгия Петровича. Смотреть, как устроен язык и так далее. В той схеме объяснено абсолютно все про управление. То есть про управление страной. Про управление маленькой организацией. Про управление маленькой семьей. И то это все нарисовано на схеме. Поэтому, конечно, когда Илья говорит, можно ли взять какую-то схему для того, чтобы организовать поиск и принимать решения по отдельным проблемным ситуациям, конечно, мы можем. То есть надо просто понимать, какие задачи, и что мы должны получить в результате. Самая главная наусть. Фактически с того, которое существует каждому из нас, она стремится выкидывать объекты, которые относительно смысла и цели не нужны. Правильно. Логично данная система, если в нее выложить о того, и конкретный смысл. Нас интересует именно Георгия Петрович и все такое. Там никакие проблемы должны быть. Причем? Нет. Он хочет сказать, что система должна быть дисциплинированной. То есть никто не говорит о том, что система должна учитывать в мире все. Как раз мне кажется очень здравой мысль, что система настолько дисциплинированная, что она не смотрит ТНТ, не сидит в одноклассниках, не ходит в контакте, не смотрит парнук. Она вот такая вот, она это не анализирует. Смотрите, в данном случае, наверное, в первом этапе, с учетом того, что я более реалист на этой задаче, наверное, вы правы, что на первом этапе предназначение такой системы, наверное, она так и будет. Но впоследствии, если система у нас получится, когда она будет развиваться, система должна будет анализировать и пуговицы, быть в контакте, смотреть парнук и так далее. По одной простой причине она начинается за самым участком. У них уже есть другие аналогии абсолютно. То есть сейчас самый простой пример. Например, на той неделе МВД объявила тендер. Тендер очень интересный. Значит, система, которую будет анализировать флорно-сайты, контент. Значит, ну вроде зачем это для МВД? Ситуация очень простая. Они запускают робота, который шарится по сайтам, находит видео и фото-контент, и по фото, по разным элементам. Он определяет, это порно или не порно. Веселая вещь, да? То есть тем самым товарищи-подаёчники себе облегчают жизнь. То есть постепенно машина начинает определять, что это такое. Аналогично мы тоже к этому пройдем. Это просто часть. Но только если у нас будет в начале основа философии и мы будем понимать как, не просто там тупо слова собирать, а еще и будем их постоянно оцифровывать, глядеть, они будут сам расширяться. Это будет другая. Мы не просто поймем, что это картинки. А картинки по одной простой причине, что вот есть спрос, есть предложение, ну и так далее. Есть какая-то Мара Ивановна, на которой денег не хватает. Вот она сфотографировалась, а другая какая-нибудь дальше, она просто подумает. А третья просто так, что нравится. И еще и онтологическая маршрут дальше. И еще я бы хотел заметить, потому что не могу не сказать, что если вот до этого уровня пыталась дойти нигма, то вот здесь я бы сказал, что наверное есть элементы того, что делает гугл-транслейт. То есть когда гугл-транслейт сейчас показывает перевод, он предлагает внести свой вариант перевода. И таким образом корректирует работу машины за счет того, что в коммуникации по поводу значений слов участвует огромное количество людей. Где очень правильно. Где очень правильно. Я думаю, у нас тут тоже есть момент, когда мы будем уходить по эксклюзии. То есть по сути дела клиент Эсэлтный, сейчас я вспомню, под 9000 у нас подбирается, сочетая разность к условиям, мы можем какие-то инструменты им предлагать, когда, если они видят неправильно и указывают, что они имели в виду. То есть в определенный момент, мы же растем, вполне понятно, что количество клиентов будет не 10000, не 9000, будет 100000, 200000, 300000 и так далее, которые мы все разговариваем на разных языках. И постепенно количество уточняется всяких вопросов, они будут сами уточнять, сами обучать. Вопрос, будут ли у нас к этому моменту готовы алгоритмы, будут у нас какие-то антологии. Может быть, те же самые антологии, наверное, имеет смысл, по крайней мере, больше в фантастике, а какие-то антологии, чтобы сократить время, просто экспортировать. Структура Экфорд для импорта в себе. Тем самым, находя новую антологию, как мы сейчас новую базу данных ищем, или новые СМИ, то есть мы уже не будем искать, ну там, с непонятным будем искать, но мы еще параллельно выискиваем антологии, которые в себе загружаем по каким-то форматам. Это будет классно, но тогда мы еще устроим свои процессы. Вопрос, в тот класс появляется целая эпопея большого количества людей, которые будут заниматься именно с точки зрения философии, с точки зрения истории, с точки зрения той же самой логики, как эта антология будет, она коррелируется или не бьется, или бьется и так далее. То есть какие-то вообще непонятные специалисты. Узкий специалист по данному направлению. Узкий специалист по данному направлению есть плюс и минус. Объясняю. Если человек очень слишком узкий, у него небольшой квадрат, то он, может быть, идеально опишет свой мир. Тогда у нас возникнет другая проблема, что человек, с другой точки зрения, может этот мир видеть несколько по-другому. Он не поймет его. Он не поймет. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Тогда вопрос на то же самое. Это то, что для меня есть мир такой, для вас это совсем другое. Это естественно. Допустите, философ более специализирован на том, что он может написать. Если мы будем пилосов, как ты говоришь, брать, то для него бытие есть небытие, потому что меня не существует. Нет, 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 Андрей. Ты абсолютно прав, только... Только не так. Нет, нет. Только это у нас придет к абсолютно другому результату. Нам придет к результату, что у нас появятся аналитики, которые будут заниматься анализом выявлений нестыковых. Вот как мы сейчас выявляем нестыковки с точки зрения цифр, то, наверное, с точки зрения рефлексии, то есть будет какой-то там чел или группа людей, рефлексии, которые будут выявлять в разных антологиях нестыковки. И если они очень сильные нестыковки, то есть сильные антологии, и видят ее, как она начинает проливаться, то, возможно, это и есть инновация, что вот этот новый блок нужно на него посмотреть. Почему-то там все цифры указывают сюда, тексты указывают сюда, и несколько людей постоянно это транслируют. Дальше там два, там дальше будет развилка. Или это псих повеснеет, что там начинает там постоянно, или это действительно что-то новое. То есть тем самым по логике мы можем выйти к тому, чего сейчас все орут. И новатика, и новатика. Ну вот просто сильные какие-то вещи, которые определенный тренд или точки соприкосновения трендов. Смотри, вот это справедливо, сейчас солдан 2. Я смотрю у вас архитектурные технички точки зрения. Его назвался сейчас недавно бредом. Вот, это разные точки зрения. Суть-то одна. Нет, подойди. Значит, на первых, солдан 2, она не впишет. Там 3. Там 3. Хорошо вписывается. Это все замечательно. Ну как хорошо. Хорошо вписывается, подойди, Андрюш. Стой, стой, стой. Услышь. Если бы она хорошо вписывалась, то у нас должна быть уже в библиотеке антологии. У нас их сейчас нет. Архитектура прорабатывается. Архитектура у нас тогда получается, если мы заранее заложим туда антологию, то время на разработку у нас идет больше. Мы ограничим свою антологию с закупками, как с теми социализациями, которые мы сейчас используем. Если мы сейчас до атома отойдем, то, понятно дело, извини, я сдохну. То есть ты хочешь сказать, что попробовать все-таки заложить антологию изначально? Нет, есть ограничение, есть ограничение. Мы сейчас оперируем объектами, грубо говоря, сущностями или объектами антологии. Ты говорил то, что это фактически, грубо говоря, глобобное действие. Но атомы? Да, нет. Не атомы? Нет, не атомы. Действиями. То есть одно воздействие на другое. Вот это будет сейчас не заложено. Понял? Он сам пока не знает, как это реализовать. То есть он говорит про другое. Понимаешь, что я говорил, что там есть точки зрения физики, а ты написал деятельность этого человека. Вот эти вот как. Твоя схема он отсюда сделал сюда. Но на самом деле существовал еще один человек. или два человека. Первый наблюдал, что происходит, и на него это никак не повлияло. А на второе, вот эта вот вся схема, она повлияла, и после этого он был убит. Ну конечно. На самом деле на третьего тоже повлиял, потому что он это видел. Ну а ты о третий видел? 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 Ну мы же наблюдаем постоянно это в больших исторических процессах, когда там было одно событие через сто лет, которое привело к другому событию, а еще через сто лет погибло то есть по логике, если у нас будет оцифрованная антология, и мы сможем понимать, как это событие, мы также сможем еще две вещи теоретически. Первое, теоретически оцифровывать старые события, которые есть, накладывая их не какие-то там деятельности, и попробовать то, что мы сейчас пытаемся понять, какой следующий шаг, то есть прогноз. То есть если такое уже было, то вероятнее всего он о чем? Ну, смотри, смотри, на уровне фактов, то, что я говорил, непроработанное. Вот мы сейчас на примере закупки взяли. То есть то, что все лечим как бумагами там. Закупка, на самом деле, это не закупка, это желание заказчика приобрести нечто. То есть закупка – это сам факт желания, а действие желаний закупки. То, что он пожелал, это не значит, что это совершится и прочее. То есть тут в том числе и эти факты некими есть, то есть накопление этих фактов, но он не прямой воздействий. То есть как закупка повлияла на что-то, мы не знаем. Хотя на самом деле можно подстроить, что если у контракт состоялся, то он значит, что не у нас что-то прибавилось. Хорошо, начни. Исходя из твоей логики, то есть я хочу некую черту подвести под обсуждение, то, значит, итог сегодняшнего обсуждения. У нас явно появляется еще одна из разработок, которая будет называться «Онтология». И в этом «Онтология». Второе. Она будет связана с проектом, который делать в том, что мы с подальными действиями, с математиками. Третий момент. Мы заложим, попытаемся заложить то, что рассказал Максим. Вот эти вот схемы. Я не знаю, как это получится. Попробуйте их засунуть в систему сюда, оцифровать, если получится. И четвертое. С учетом того, что нам нужно с чего-то начать, на кроликах тренироваться, одно из самых лучших, что мы понимаем, мы понимаем «Онтологию покупки и продажи». Ну вот, госзаказы и тендеры и так далее. То есть попробуем просто оцифровать модель поставщика. Как поставщик и заказчик. Ну, самый простой, что у нас есть и на чем у нас есть. Ну и дальше посмотрим. Если это удастся, то мы какие-то элементы можем второй версии использовать. То есть уже андреологическую систему поиск или еще что-то именно с точки зрения поставщика и заказчика. Правильно, Андрей? Да, да, да. Ну вот, Максим, у тебя есть какие-то предложения? Да, у меня есть. Это бизнес с заказчиком. Это бизнес с заказчиком. Видите тут все? До атомов человека заказчика мы не дойдем. Сказать абсолютно точно, что я думаю по этому поводу. Я сейчас схематично воспроизведу ту схему, которую я рисовал. Я сейчас схемат. Спасибо. 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 Как вы помните, вот это вот здесь у нас рефлексивный слой по поводу коммуникаций. здесь у нас директор, здесь судья, здесь у нас кастом фокус, здесь у нас акционер, привезор, и здесь какие-то... Да. Значит, вы помните, что вот эта штука, она рефлексирует деятельность. А что такое рефлексия вообще в принципе? Я думаю, что когда вот этот директор принимает решение о том, что он будет участвовать в госзакупке, и будет продавать сюда товар, ну вот туда что-то есть, помните, а не кто-то там, берешь один баран, получаешь 7 палок колбасы. То есть вот любой бизнес, он так устроен. Кидаешь туда жин баран, здесь выходит 7 палок колбасы. Значит, и он принимает решение о том, чтобы продать. У него вот здесь вот должна быть аналитика, а вот здесь вот он выходит в рефлексию и думает, кому он будет продавать. То есть он смотрит покупателей, а потом принимает решение, кому покупать. И сейчас, я думаю, что ваша система, она делится на две части, на два этапа. То есть у нее есть аналитический слой, сбор данных, и есть рефлексивный по анализу данных. Поэтому, в принципе, ну как бы я большой проблемой не вижу. То есть у вас всегда будет больше фокус на вот этот рефлексивный слой. Как его устроить, ну это очень серьезный вопрос. Какие данные там есть, ну то есть понятно, что это не одна система версии 3.0. То есть это всегда у вас данные будут оставаться одни и те же, они будут копиться. У вас будет меняться рефлексивная функциональность, меняться будет архитектура рефлексии того объема данных, который у вас есть сейчас, будет через год, будет через три года. У вас будет меняться подход к анализу вашей аналитики, то есть того, что собрано. То есть сами данные уже есть, а подход к анализу аналитики будет меняться. В принципе, это да. Единственное, что вот сейчас проблематика такая есть, когда одно действие порождает лучше других действий. То есть есть осуществление, вот факт того, что будет та же самая закупка. Это значит что? Мы должны ли порождать несколько действий, что назначен ответственный там какой-то закупок, потому что нужно, что они вывесили какое-то объявление, что они известились. Вот это нам нужно хранить или это набор действий мы просто сохраняем, что оно хранится, что такое действие было. В отношении того и чего мы не знаем, то есть это не полный факт. Ну связи-то есть? Нет. Связи сейчас нет. Вот собственно они нам нужны. Вот в чем вопрос. Таких связей будет очень много. Ну смотрите, то есть конкретно по вашей системе. Ну вот мы разговаривали утром, что есть десятки систем, которые выдают просто голую аналитику и говорят, подключайтесь к нашей аналитике, а свою рефлексию осуществляйте сами. А потом уж как вы будьте умные. У нас система, которая ищет, например, вам аналитику по жесткому слову. Да, набору слов. Допустим, задал я услуги, он мне выведет услуги. А если там будет в закупке написано предложение юридических услуг, я уже не найду. Другая система, значит, будет мне предлагать варианты. То есть если я ввел услуги, у меня будут и услуги, и услуг, и предложения, допустим. То есть это будет другая система, более продвинутая рефлексия над тем же объемом данных. Хотя может она и не нужна. Может быть у меня такой аналитический отдел, который способен протыкать все эти закупки и найти свои на сайте госзакупок. То есть у меня база данных с ними одна. Это понятно. Я немножко про другое. Вот смотрите. У нас там введено понятие бизнес-требование. То есть клиент хочет получить нечто. Какой-то объект, ну вот, то есть информационный. Грубо говоря, отчет. У нас, допустим, есть данные эти. Но ему нужен более глубокий отчет. То есть, допустим, какие-то некие там, не знаю, все люди, которые участвуют в закупках. Вот сейчас на данном случае срезе. Мы об этом не знаем. Потому что у нас это знание, что были какие-то ответственные, нету. Мы добавляем знание о том, что у закупки в любом случае есть кто-то ответственный. На тот момент, когда мы собирали, его не было. А оно сейчас где-то осталось? Потому что оно в тексте, допустим, не возгонорирует. Потому что полностью текстами... Ну, то есть не грабили это. Он у нас в исходниках есть, но мы его не анализируем, потому что мы не понимали его смысл тогда. А, понятно. Потому что нам, мы же обо всем на свете знать не можем. Вот. Как только безустребование создаётся о том, что нужно это поле, грубо говоря, получать, мы вносим в систему изменения о том, что, собирая ответственных лиц, получается, полностью все архивы мы пересобираем, да, и вытаскиваем оттуда, добавляем сюда... Я понял. ...матологию закупки, да, информацию закупки. Ну, поле, да, для анализа. Ну, допустим, я небольшой у вас специалист, ну, например, я бы подумал, что эту работу можно организовать в следующем образом. Один отдел отвечает за формирование этих полей и баз данных у вас. Один ответственный. Ну, наверняка, да. И есть две конкурирующие между собой группы, которые по-разному предлагают методологию рефлексии этих данных. Есть. Ну, отлично. Тогда у вас данные остаются неизменными и собираются все, которые возможны. То есть, если там есть ответственные, если там есть даты, если там есть часы, минуты, секунды, то все эти данные собираются. Все возможные данные, которые сейчас можно грабить. Вот сейчас вот то, что вы говорите, две группы, это на самом деле два направления, собственно, да? Еще раз, подойди, подойди. Я предлагаю, у вас есть массивы данных, с которыми вы работаете. Есть отдел, который только собирает данные. То есть, вот он собирает и все про эти данные знает. И у них есть открытый, ну, там, естественно, для вашей структуры, код для того, чтобы эти данные забирать себе для анализа. То есть, вот это, здесь данные все, а здесь две конкурирующие структуры, которые на планерку приходят с предложением. Говорят, мы хотим продвигать следующую методологию обработки этих данных для клиентов. Вот такую. И вторая структура приходит и говорит, а мы хотим продвигать вот такую методологию обработки. Может быть, и третья. Это, по сути дела, ваши стартапы, которые вот этот совет директоров должен оценивать. И там, конечно, будет конкуренция. То есть, это две разных идеи, два разных подхода. Это очень интересная вещь. Я думаю, я запустил. Вот именно это. Это нам позволит следующую. У нас есть сейчас проблема. Проблема заключается в следующем. У меня есть слабый паразит вот этих. Следующим. Ладно. Ладно. А мы сейчас, вот мы в пятницу собирались, я говорил, что сейчас мы проигрываем, проигрываем сайты закупки gov.ru. Выигрыш заключается в том, что господа из Ланита взяли, поставили наш 8xsl. Он Женя видел. И дословно сказали. Все ваши отчеты, которые придут, мы себе туда засунули. А теперь давайте еще какие-нибудь новые математические модели отдадите. Мы все засунули. Понятно. Но сейчас я думаю, что у большинства этих людей фантазий как бы проблема с фантазией. Это ихний плюс и ихний минус. А у нас получается, что все отчеты, которые на сегодняшний момент существуют в Селдоне, ну как минимум на процентов 30. Наверное, я сидел, придумывал. А процентов там оставшиеся, еще там часть людей, просто там с пинками. Давайте какой-нибудь отчет придумаем. Там Лена делала еще отчет и так далее. Сейчас мы столкнулись с одной дубовой и дебильной задачей. У нас есть продукт версии 1.5, который не развивается. Написали, вот нужна вторая версия концептуальная. Чтобы у нас к этому дождить до второй версии концептуальной, нам необходимо из текущих массивов данных сделать что-то новое. А в итоге получается, а, у меня нет времени, а дальше кому поручить тоже как-то сложно. Ну, наверное, самое лучшее, что это создать две группы. Одну группу, наверное, имеет смысл создать из отдела развития, там выделить несколько людей, которые что-то будут генерировать. А вторую конкурирующую группу из отдела, которые занимаются управлениями дилерами и которые занимаются управлением непосредственно продажами. Вот, получается, две абсолютно независимые группы, которые должны будут предлагать. И им нужно передать структуру данных, которые мы сейчас получили с сайта закупки gov.ru. То есть, с учетом того, что у нас появляется гораздо больше моделей и так далее, и к ним еще необходимо, то, что вы придумывали там, именно, товарищи биржевики. Ваша еще идея тоже, простая. А вас можно вообще отдельно в третью группу засунуть. Получается, три группы, которые будут смотреть, что из этих данных и какие отчеты мы можем, какие математические и экономические модели засунуть туда. Потому что только так что-то может получиться. Ну, и еще, как бы, да, я выскажу свои предложения. То есть, это можно сделать не на вечном, да, такую историю, а сделать в качестве игры в течение двух-трех дней. То есть, не три группы, а сделать десять групп. Причем, группу можно будет заявить кому-то и сказать, а у меня вот есть свое видение, да, как должна наша система выглядеть. И прийти со своей группой, набрав туда людей. Значит, ну, а через неделю все это закончится. Ну, поиграть, да, а потом посмотреть, что из этого всего получится. И сделать такой совет директоров, который рассмотрит все эти предложения по архитектуре будущей системы Selden. Значит, во-первых, рассмотрит предложения по архитектуре. А во-вторых, даже определит, какое условное или настоящее финансирование может каждый из групп получить на осуществление своего проекта. И, возможно, тогда одна из этих игровых групп станет реализатором какой-то одной версии системы. Вторая группа начнет реализовывать свою версию системы. И потому что главное, что сейчас есть в Selden, что имеет смысл продавать, это не интерфейс в доступе к данным, а сами данные. Поэтому у вас могут быть посредники, которые, грубо говоря, как внутри компании, так и вовне ее, которые могут предлагать им доступ к этим данным. Ну что, есть у нас еще что-то? Смотрите, тогда, подводя итог, Максим. Ну, примерно, я надеюсь, там данная лекция, она, как минимум, в пользу вас принесла, что есть еще не только стандартный объектно-ориентированный подход программного освещения, а есть некоторые другие гуманитарные технологии, которые на сегодняшний момент в мире развиваются. Если будет интересно, там, может, Максим, наверное, готов дать ссылки на, думаю, на это все хозяйство почитать. И я надеюсь, у нас там с Максимом еще в одном проекте, я тоже одерживаю, обсуждайтесь, там начнутся какие-то движения, и мы сможем что-то быть полезным Максимом, и Максим будет полезен нам. Теперь, подводя итог, по поводу то, что антология, да, это мы будем создавать, у вас нужно предложение, как это будет выглядеть с учетом предыдущей презентации, что есть. То, что это будет однозначно свой продукт, это не будем закупать что-то, это уже, ну, де-факто понятно. То, что нужно проанализировать, что есть в лучших тех продуктах, это, я думаю, тоже там не представляется. Теперь, что касается селдера. Значит, я предлагаю собрать, ну, наверное, даже побольше групп. Значит, первая группа, это группа, которая там сияна и ее люди. То есть, вам необходимо проанализировать селдер, у Ильи возьмете данные с учетом, и проанализируйте сайт, с учетом сайта закупки gov.ru. Значит, вторая группа, это группа, которая будет, наверное, Ильей тобой возглавляться. То есть, у тебя непосредственно есть данные, и вы понимаете, откуда вы берете, и какие отчеты, и что вы можете, или как это лучше отображать. Потому что твои люди тоже там этим и выбираются. Третья группа, это то, что я уже говорил, люди, которые занимаются региональным продуктом и управлением продажами напрямую отсюда. То есть, вы попробуете какие-то, ну, целое видение, как это должно быть, какой должен быть интерпейс, какие данные. И четвертая группа, наверное, это люди, которые со стороны полностью. Это вы, с точки зрения бирж, попробуйте сделать предложение. Вот представьте, ну, там еще сегодня в среднем пообщаемся, я присмотрел кучу документов, у меня есть там куча замечаний и вопросов. Но, тем не менее, мы с вами обсуждали в пятницу с точки зрения товарных рынков. Так вот, представьте ситуацию, что вы смотрите Селдон с точки зрения товарных рынков. Что мы добавляем в Селдон информацию с биржевых площадок, связанных по товару, и плюс еще наши данные. Опять же, все, и вы, и вы, и вы, все забираете данные, структуру вот этих полей у Ильи, и смотрите сайт закупки.gov.ru, системы поиска и так далее. Если появится еще какая-нибудь инициативная группа, ну, то есть, предположим, пятая и так далее, то вы мне там сообщите, скажите, вот там, мы пятая группа. Значит, теперь итог, где это все сводится. Сводится это будет все у двух людей, это Тимур и Андрей, то есть, вы все хозяйство там сводите, там, в виде презентации, и каждая группа там защищает. Ориентировочный срок сдачи давайте сделаем пятницу этой недели. То есть, в пятницу каждая из групп должна сделать презентацию, по которому показывает, как это должно быть. И еще из элементов. Используйте с точки зрения дизайна. То есть, ситуация следующая. Вы можете предложить кучу отчетов, или как это удобно может человек, или какие-то новые функции текущего. Но, с другой стороны, попробуйте с точки зрения дизайна, как это может отображаться. Ну, самый простой пример. А дизайнеры почему-то их создать? А, давайте их делать, там, не по чату. Может кто-нибудь там за дизайнерами сбегать? Ну, сейчас нам придется повторять все по новой. Нет. Потом ответим. Сейчас объясню. Значит, и еще одна вещь. Значит, у вас будет два задания. Первое задание. Видео фишется? Да. Ну, они посмотрят. Первое задание. Первое задание. Вы будете смотреть селдом. Текущие версии, которые есть, с учетом новых данных, связанных с закупками gov.ru. А вторая задача будет у каждой группы стоять. У нас есть еще один большой блок. Это площадки, связанные с банкротством. И данные, связанные с банкротством. Это вот уже ближе к Максиму. Это ему интересно. Вы также должны просмотреть. Вот у нас есть сейчас в селдоне раздел банкротства. Кайды из группы будут эти разделы открыты для тестирования. И есть еще ряд ресурсов, которые публикуют эти данные. И что мы можем сделать? Какие аналитические отчеты? И что мы можем, какие идеи сделать? Или как информацию предоставлять? Для компаний, которые занимаются по банкротству или анализу этих данных. Или сшить эти данные. То есть первая модификация закупок с текущими данными. Вторая модификация банкротства. Ну и посмотрим, кто из пяти групп, что интересно сделать. Тогда получится и тебе пользуя, и нам пользуя. Мне как потребителю. Да, тебе как потребителю. Ну, если есть еще минут пять, то я бы предложил бы рассказать, как тебе потребителю что-то делать с точкой зрения вала. Чтобы для идеи было вводное. И давай сделаем перерыв, потом тогда скажем. Давайте лучше просто более узким кругом уже. Да, ну тогда сделаем следующим образом. Значит, вот руководители групп сказали, вы там или уже назначите, или определитесь. Ну, собираемся у меня. Давайте где-то в 4.30. Ой, давайте в 4 собираемся. В 4 собираемся и обсуждаем. Аааа. 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 Аааа.